Так, здрасте, дорогая публика, я в гостях у философа, он кандидат философских наук Николай Герасимов, он ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья. Есть такое учреждение в Москве, недалеко от метро, Таганская кольцевая, а это учреждение, оно было когда-то учреждено самим Солженицыным, по-моему, да? Да, там это был Солженицын и такой еще Никита Струвый был, тоже из-за мигрантов, но Солженицын, да. Из-за того старинного еще, наверное, Струвый, да? Да, 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 из того самого рода. Там есть большой книжный магазин, русское зарубежье, и я там пару раз был на мероприятиях, и там, чем я запомнился, так сказать, фуршетом. Да, у нас, дело в том, что не просто, у нас там есть книжный магазин, а рядом еще ресторан русское зарубежье, поэтому там все схвачено. Понимают русского человека, что его надо кормить прежде всего. Да, конечно. Что надо покормить? Покормили, все, мы ваши. Да, да, сразу другая атмосфера на конференции, когда все знают, что там не просто кофебрейк или еще что-то, да, конечно? Ну, будет кормежка. Так вот, к чему я колоню-то. У нас сегодня разговор-то о русском зарубежье, о русской эмиграции. Русская эмиграция ведь тоже туда шла, честно-то говоря, для того, чтобы там ее покормили. Ну, после революции тут, понятно, могли еще и пришибить. Хотя не всех пришибли, но жили все достаточно бедненько. А потом была еще, так сказать, колбасная эмиграция, по-моему, да? Конечно. Конечно, это была, конечно, разумеется. И были там какие-то принципиальные разногласия, но всегда намекали. Да, он туда едет, мол, за хорошей жизнью. Да, за колбасой вот этой, да, конечно. Да, недоволен он чем-то тут. А что тут было быть недовольным, все равно ничего не устранят. Будет так, как есть. Ну, это так же, как сейчас. Ну, что толку там. Да, там вот не такие, они не такой дворец построили. Вот. Ну, и что? Что, дворец, что ли? Могут что-то посадить еще. Но зато потом твои акции поднимутся. Так вот все говорят. Такие вот люди плохие вроде меня. Они так вот расчетливые говорят. Самих носки шкатал тонка сесть ради того, чтобы потом уйти за кордон. Это мы не готовы. А есть люди, которые вот на это готовы. Ну, вообще традиция ходить за кордон, она у нас даже древняя. Наверное, первые какие-то случаи из школьной истории восходят, наверное, к временам Ивана Грозного. Потому что Андрей Курбский в какой-то степени тоже был первым русским эмигрантом. Причем даже политическим эмигрантом. Даже первый человек, который вот открыл такую традицию. Другое дело, что Курбский удрал, убежал, ускакал не очень-то далеко по, может быть, меркам 20-го столетия. Но по временам Грозного, тем не менее, это было совершенно другое государство, откуда можно было посылать письма, вести какую-то переписку. Поэтому, конечно же, сама традиция, конфликт, вернее, да, то, что вот здесь какой-то мигрант, который исчезает с территории государства в связи с каким-то достаточно весобым политическим, экономическим явлением. Ну, в данном случае времена там Ивана Грозного, они сами по себе были особые. Но вообще, если как к этому делу подходить немножко более так досконально юридически, то есть после Ивана Грозного тоже кто-то убегал там, да, вот, все-таки вот Александр Герцен, наверное, будет один из, наверное, таких первых. Дело в том, что в 19 веке впервые юридически уже можно было, уже было некоторое оформление, уже появлялись уже паспорта там и так далее, уже появляется, вот, собственно говоря, феномен русской эмиграции, наверное, в полном смысле слова. Потом он даже не будет особо, наверное, меняться. То есть вот как в 19 веке с Герцена началось, так вот дальше, наверное, структура общая и осталась. Даже более того, начиная с Александра Герцена там и вплоть, наверное, до, ну, по крайней мере, до 1900 как раз-таки 17 года политическая эмиграция вот насчитывала такое огромное количество десятилетий, когда там по каким-то причинам вам необходимо покинуть страну. Ну, причем в случае с Герценом это именно политические причины, и это, собственно говоря, вот вся эта история про эмиграцию до прихода к власти большевиков, ее там по-разному называют. Иногда ее в целом все вместе, начиная от Герцена и до 17 года, наверное, называют нулевой волной. Иногда более детально, может быть, более, это было бы корректно говорить, он там на любой волне, это с конца 19 века, 1880-е, 1890-е годы. Но действительно такая считается, что первая волна, она связана с как раз-таки с трансформацией России своеобразной, ну, то есть как для кого-то трансформация, для кого-то уничтожение, ну, в смысле, трансформация не бывает на пустом месте, уничтожение Российской империи, появление другого государства, и поэтому первая волна, она самая, наверное, такая большая. Я бы, наверное, может быть, чуть-чуть бы картографировал бы, просто ввел бы несколько, наверное, таких понятий, с которыми проще было бы работать, немножко, наверное, наших зрителей бы сориентировал, о чем пойдет речь, и что это значит за волны, с чего я начинал. Значит, про Андрея Курбского это в большей степени такой один такой яркий, наверное, случай, и он присутствует, потому что, ну, периодически на него очень активно ссылаются. А когда вот был человек, который убежал по политическим мотивам из России и пытался как-то даже воздействовать на власти за рубежа, да, ну, конечно, с Курбским первое, что приходит в голову, но все-таки первая волна, вот так называемая, первая волна, да, она связана именно с большевиками. Но давайте сперва про так называемую нулевую. Что это такое? Нулевая волна, она придумана, скажем так, задним числом, после того, как случилась уже первая волна, там, и далее, историкам нужно было как-то изучать русскую миграцию. Вообще, на самом деле, изучение миграции как таковой, особенно изучение даже русской миграции, предполагает, на самом деле, очень разные совершенно подходы, но даже там Дом русской зарубежи, тем не менее, на мой взгляд, все равно не располагает такого рода ресурсами, чтобы понять, с чем мы имеем дело. Потому что пока в большей степени мы работаем с историей самой миграции, но понятное дело, что тут уже понадобится какая-то социальная антропология и прочее, понять, что, ну, а кто такой русский мигрант, как он живет, как его быт, как он исторически менялся, какие там социальные институты, миграции, диаспоры порождались, потому что диаспоры, они, разумеется, есть и сейчас. В каждой стране практически есть русская диаспора, там, Бельгия, Германия, США, там, где угодно, там, Южная Америка всегда это присутствует. В конце XIX века в связи с рядом серьезных проблем, которые были у Российской империи, которые, кстати, не отменяли и некоторые заслуги людей, живущих в Российской империи, возникает вот эта нулевая волна, которая в большей степени состоит из политических мигрантов, из небольшого сектора, так называемой, трудовой миграции и сектор, ну, как называют, это русско-еврейская миграция. Ну, вот если начинать с самого конца, то это еврейские погромы, которые происходили в Российской империи, они породили определенный такой слой населения, группу людей, которые полагали, что нужно из Российской империи куда-то уезжать. Вот, уезжали в разные страны, но очень многие уезжали именно в Соединенные Штаты, как такой новый свет, подальше вообще от России, от Европы, куда-нибудь совсем далеко. Была трудовая миграция, то есть те, кто, ну, такая часть людей, как бы мы сейчас сказали, там, не интеллектуалов, не интеллигентов, но тем не менее такая рабочая такая прослойка, которые все-таки надеялись, что можно где-то заниматься трудом. Поэтому был, например, такой союз русских рабочих в США, например. То есть это русские рабочие, работающие на американских фабриках, говорящие на русском языке, издававшие собственные журналы, то есть создававшие собственную инфраструктуру, ничего не имеющего вообще общего с интеллигенцией, кстати говоря, местной. Иногда даже не политизированной она все равно была. Ну, разумеется, политические мигранты, там, не знаю, в 19 веке у нас там был, вот, так, моим любимым персонажем был Бакунин, потом был, там, был Кропоткин, там, ну, множество совершенно было людей, которые готовили что? Готовили революцию. Дальше там уже разные сценарии были, это либо сценарий какой-то международной революции, Ленин был тоже русским мигрантом, чего уж там говорить, и Троцкий тоже был русским мигрантом, то есть это практически все революционные партии, которые могли быть, которые, ну, как в той или иной степени относились к русской политической культуре, они, разумеется, не могли вообще как-то функционировать на территории России. И Герцен в этом смысле запрограммировал это действие, то есть вы не можете издавать журналы и легально работать на территории России, значит, вы должны работать где-то за ее пределами. То есть как Герцен издавал колокол, который сюда транспортировался, перебрасывался, его там читали в том числе и политическая элита до того времени, так и многие журналы издавались и социал-демократами, и анархистами тоже для транспортировки в Россию. И вот, собственно, это вот такие группы три получаются. То есть это такая, скажем так, еврейская община, русская трудовая эмиграция и вот те самые политические эмигранты. Они составляют, так называемую, вот эту нулевую волну. А вот, наверное, еще можно ли в нулевую волну включить? Вот, так сказать, о них писал, так сказать, Короленко. Это вот эмигранты с Украины, они не евреи, украинцы, по всей видимости, в том числе вроде как из такой западной Украины, которая тогда в Абстрию входила, оттуда ездили. И вот они тут, да, в Канаде были, по крайней мере, в Штатах были, у Короленко есть на эту тему рассказ. Там, значит, один украинец в Нью-Йорке влип, значит, в историю. И вот, значит, за него местные... А это вот, да, это проблема, что считать, где, то есть кто является русским эмигрантом? То есть здесь очень много... Если уж евреи русские эмигранты, то почему бы украинцам не быть русским эмигрантом? Не, ну, может быть, да. Там, главное, с какой территории? То есть из территории... Российской империи? Да, Российской империи это должна быть, конечно. Евреи, наверное, тоже эмигрировали не из территории, так сказать, Российской Федерации, теперь... Ну, да, да, то есть это какой-нибудь... За чертой оседлости они были. Да, 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 да. Ну, вот Литва, к примеру. За чертой оседлости могла рассматриваться как эмиграция, когда они приезжали сюда жить в России. По эту сторону черты оседлости. Ну, многие... Там, как происходила ситуация? Там кто-то, да, непосредственно из этих еврейских местечек, кто-то удавалось перебираться там даже в Санкт-Петербург. Это, например, Эмма Гольдман, анархофеминистка, которая, кстати... Ну, это тоже отдельная такая история, когда русские мигранты оказались более... Они, скажем так, более известны на Западе, чем известны у нас. То есть как бы там про них в курсе, что они из России, а у нас про это только-только вообще узнают. То есть такая история не редкость. Такой вот, Эмма Гольдман, она сперва из Литвы, какое-то время училась в Кёнигсберге, потом оказалась в Санкт-Петербурге, проработала на ткацкой фабрике, и потом уже решила... Вот как раз в 80-е годы, она 19-го века решила, что все, пора уезжать, получается, пора валить, приезжает туда, а там уже ее уже сестра Елена, и выясняется, что она как-то в мемуарах пишет, а оказывается, тут уже как бы наших-то много, и трудовой сектор, и вот этот русский-еврейский сектор, и в целом уже это готовая какая-то почва, где тебя могут принять. То есть это не значит, вы мигрируете куда-то просто в пустоту в какой-то степени. В пустоту мог эмигрировать только Александр Герцин, к примеру, просто поскольку у него были деньги. Если у вас деньги, можно куда-то вообще для вас никакой проблемы нет. Вам не нужно вписываться ни в какую волну, а вот в то время надо было, разумеется, вписаться в какую-то волну. Ну да, богатые русские-то они туда выезжали, не только как Герсон там было, очень много таких людей. Ну, огромное количество, понимаете, мы там даже... Они там жили просто от доходов, и мы не там жили. Это огромная проблема, кстати, как определить русского мигранта, потому что, смотрите, эмигрировал или уехал, вот это очень совершенно непонятные вещи. И сейчас до сих пор нет какого-то общего знаменателя, или как это прояснить. Вы эмигрировали из соображений, что вы назад вернетесь, только если серьезно поменяется что-то в России, к примеру. Вы уехали, потому что у вас какая-то особая миссия, как там в случае с Герцином. Или вы уехали просто потому, что, я не знаю, вы вытургенец такой. Вы вообще привыкли кататься. Вы рассекаете по Европе, вы сидите в Баден-Бадене, встречаете Достоевского, происходит неприятный разговор. Гоголь был тоже в какой-то степени, тоже бы оказался. Был в Италии, был в этом самом, опять же, все время Баден-Баден, там просто такой, где мертвый душ, он успел уже там прочитать. Время ему памятник стоит, кстати. Да, да, и Баден-Баден памятник Достоевскому, доска, плита, господи, Гоголю как раз, Виллу Тургеневу. Ну, то есть, в целом, русских посмотрим, так приезжаем, их присутствие в Европе к началу, грубо говоря, нулевой волны, оно было очень большим. То есть, не надо было объяснять, кто такие русские, да, приехали, что они хотят. Но именно в нулевую волну уезжать стали не только интеллигенция, там интеллектуальная, то есть, не возникает эта проблема, которая стояла перед, ну, то есть, не было проблемы, когда вам нужно там найти деньги, ну, то есть, нужно было найти денег, но не столько, как вот там Достоевскому, чтобы на казино хватило и на какую-то, значит, более-менее какую-то прекрасную жизнь, да, вот. Нет, там действительно уезжали, и зная, что есть где просто жить, и в целом вас могут устроить там разнорабочим, да, где-нибудь, ну, как вот пример, там, как в Соединенных Штатах, примерно, часто это происходило. Рабочие руки были всегда нужны, поэтому в Штаты, почему, кстати говоря, уезжали, активно развивалось производство, и, разумеется, труд мигрантов, как и сейчас, наверное, пользовался большим успехом, особенно там еще на тот момент трудовое законодательство, как вы понимаете, в конце 19 века оно еще было шито белыми нитками, и поэтому можно было там какие угодно контракты предлагать, и люди все равно под это подписывались, подписывались. Разумеется, местные американцы тоже были за эти контракты, но с мигрантами было проще договориться, они были прям какие угодно были готовы в условии, лишь бы, ну, это все знали, что, типа, лишь бы вот здесь как-то зацепиться за это, значит, новый свет, да, за этот, значит, United States, так сказать, вот таки Америка. Земля обетованная, да. Да, земля обетованная, конечно, как у Ремарка, да, вот тот самый роман, вот, а после нулевую, а потом получается, что чем сильнее, чем выше революционный накал в России, тем поток из Америки или из Европы тех самых мигрантов нулевой волны, он становится меньше, то есть, начинается даже мигрант назад, возвращение такое определенное. В первую очередь, разумеется, приезжают политические мигранты, ну, это понятно, да, они видят, что там, допустим, 1905 год русской революции, как это так, мы здесь сидим, а там, значит, а там все, вся главная жизнь идет, и вообще, почему мы здесь должны быть, да, некоторые возвращаются, потом русская революция заканчивается, они потом уезжают снова назад, ну, так было, да, но, разумеется, когда 1917 год проходит, вот тогда вся эта нулевая миграция возвращается уже в Российскую империю для того, чтобы уже по полной уже реализоваться, причем по-разному, то есть, политические мигранты типа Ленина, к примеру, да, возвращаются, потому что, ну, как, они, так сказать, люди сидели в Европе с целью, что они сделают революцию в России, а тут ее сделают, значит, не дай бог, без них, вот, ну, то есть, как бы ради этого они, как бы, в основном жили, чтобы была революционная ситуация, и дальше заниматься этим, значит, революционным творчеством, уж какое оно получится, тоже другой вопрос. Трудовой сектор миграции тоже, кстати, возвращался в соображении, что, смотрите, сейчас что-то новое оказывается, да, может быть, там ситуация будет, ну, то есть, грубо говоря, мне надоело здесь работать уже в вашей этой Америке, тоже уже все, уже хочу назад, ну, это вот у всех мигрантов это всегда появляется, эта мысль, то есть, я, как бы, мигрировал, там, фаза эйфории, потом сменяется фазой, ну, как бы, в случае, если это миграция по собственному желанию, прям, искренне, да, сменяется фазой хочу назад, значит, родные какие-то просторы увидеть, это, ну, это неожиданно, у многих это просыпалось, по совершенно разным причинам, и дальше процесс начинается, 17-й год, который, понятно, что с февраль-октябрь, дальше гражданская война, и вот, когда происходит гражданская война, когда она начинается, вот тогда начинается уже и, как бы, начинает нарастать первая волна русской эмиграции, то есть, уже с 1918 года уже начинают люди покидать Россию, полагаю, что здесь, ну, как многие полагают, ну, власть большевиков, она будет ненадолго, думали многие тогда, вплоть до, там, середин 20-х годов, а некоторые даже до конца, там, 20-х годов, думали, что это ненадолго, так сказать, чем раньше уедем, тем проще оформить документы и прочее, и поэтому, да, так происходит, например, так уезжает Сикорский, изобретатель вертолета, вот, опять же, да. А он, кстати, в каком году уехал? А он, по-моему, в 18-й. А он, по-моему, в 18-й. А в 18-й в ту пору была эмиграция популярна через, по-моему, то ли эстонский, то ли латышский. Они там писали, что вымыл этнический, так сказать, латыш или эстонец. Да, через Прибалтику это известный такой, вот такой известный путь, да, конечно, да. Поэтому Сикорский, оказывается... То есть она не была совсем легальной, потому что, ну, им надо было получить справку, что они... Да, 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 легально это... В 18-м время надо было получить справку, что ты еврей, тогда тебя могли, значит, отпустить в Израиль. Хотя, может, у тебя там в твоем роду, как говорил Высоцкий, антисемит на антисемите. Ну, да. Можно было выйти за кордон, да? Да, да. А так с 18-го вот эта вся ситуация начинается, потом там уже в 20-м году уже увеличивается, да, все эти проблемы. Ну, уже понятное дело, что... Да, и, кстати, 20-й год почему еще важен, да? Вот, например, мы в прошлом году в Доме русского зарубежья была большая международная конференция, посвященная, так называемому, столетию русского исхода. Это, так называемая, огромная просто физическая прям миграция лиц, связанная с эвакуацией армии Врангеля в 1920-м году из Крыма. Вот эта крымская эвакуация, она, наверное, поставила некоторую точку в самой... Ну, как бы уже стало ясно, кто все-таки уже очевидно побеждает в гражданской войне, потому что у Врангеля, отступая на юг, собственно говоря, он полагал, что он... Ну, у Врангеля был такой план, он сейчас сможет закрепиться в Крыму, да? И почему большевикам в союзе, кстати говоря, с махновцами пришлось его оттуда срочно выбивать? Понятное дело, что там, с одной стороны, был Колчак, который все время из-за Урала пытался прорваться сюда на европейскую часть, но если бы Врангеля вот так вот срочно бы его не выбили... Ну, это мое мнение, опять же, да, наверное, нужны какие-то военные историки, которые лучше меня бы скорректировали. Если его срочно не выбить с территории Крыма, то он бы там мог, смог закрепиться, и получилось бы, знаете, как-то Крымское ханство когда-то было, да, вот, получается, Врангель смог бы... В России, да. Да-да, это был бы совершенно другой вариант, это, поэтому, такой, остров, остров Россия, да, ты скажешь, а что бы было, если бы Крым, грубо говоря, был бы островом, да, вообще, не полуостровом, да, вот такой. Это был бы совершенно другой вариант, поэтому международные организации на тот момент уже были, поэтому Врангель мог бы там зацепиться, начать переговоры уже, ну, как минимум, со странами Антанты, которые вообще-то ему доложены, потому что они выступали на его стороне, ну, на стороне белых мигрантов. И если бы он добился бы признания, то, конечно же, там, большевикам было бы уже сложно было бы уже... Но, надо сказать, Колчака к тому времени, по-моему, уже не было. Колчака, да, уже с Колчаком все тоже было уже очень плохо. Это вот последний крупный очаг, вот этот был Врангель. Да. А потом оставались только всякие бандиты по лесам. Там, да, и в Монголии, там, и все эти... Да, да, в Монголии, там, где-нибудь, там, далеко-далеко, там, басмачи, там, ну, вот такие вот вещи, которые... Нет, это, конечно, там крупные очаги, они... Продолжались очень долго. Да, 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 это, конечно же, было там. Причем там какая происходила история? Ну, как вы знаете, Россию юридически сперва никто... В смысле, советскую, советскую власть никто юридически признавать не хотел, да, там, первые, кто это сделал, это сделала Германия, да, вот. Но сказать, что после Германии прям все резко прям сказали, о, да, давайте, нет, ну, Первая мировая война, то есть как там, все равно есть еще пока союзнические кое-какие все равно договоренности. Поэтому Антанта поддерживала Колчака, вот. Вот, Врангель, соответственно, тоже в этот союз входил, но Врангель полагал все-таки, что если он опять же сможет закрепиться на Крымском полуострове, дальше он получит какую-то еще поддержку и будет вот такой очаг какой-то старой России или демократической, сможет, не знаю, там, перегруппировать войска или еще что-то сделать. Но это дело сделать не удалось, потому что там Врангель сделал ряд военных, ну, таких как бы, ну, ошибок, то есть он не думал, что такой объединенный, как бы, то есть махновцы и красногвардейцы, красноармейцы, значит, что они пойдут по той линии, как бы, по тем направлениям, которые, как сам полагал Врангель, являются естественной, как бы, защитой. То есть, как бы, озеро Сиваш, к примеру, да, там вот это, когда совершенно, он полагал, что это просто... Гнилое море оно еще... Да, гнилое море, вот через это гнилое море никто не пойдет, потому что, ну, как, найдутся офицеры, которые отправят своих солдат туда, зачем, как бы, это совершенно военно-стратегически совершенно невыгодно, огромные потери и так далее, то есть Врангель просто в голову это не приходило. А они в итоге, в итоге, хроника же осталась, кстати, она же воспроизводится там, по-моему, даже у Тарковского, кажется, вот, я сейчас уже не понимаю, не помню уже конкретно в каком фильме, но вот это гнилое море, оно как раз оказалось той брешью, где, значит, был нанесен удар. И Врангель все-таки пришлось отдать приказ об эвакуации, эвакуация происходила вот в очень короткие сроки, то есть поскольку она не была запланирована на самом деле, и срочно в, ну, то, что называли тогда русские, Константинополь, ну, то есть Стамбул, то есть Турция, да, вот, собственно, туда это все, туда шла миграция. И потом нужно было Врангелю, как только он туда приехал, нужно было решать главный вопрос, а где располагать всю армию? Армию, это вообще-то армию он свою сохранил, то есть, когда, собственно говоря, было в его планах сохранить армию, найти место, где можно ее расположить, тогда появляется идея, этот Галиполийский полуостров там располагается, там были, палаточный лагерь был расположен, и, в общем-то, Врангелю дается от Антанты получить деньги на то, чтобы военным выделялось какое-то жалование, потому что первые годы русской миграции военные получали, продолжали получать жалование, как будто это, ну, продолжается война, как бы все в порядке. Сейчас напомню публике, Галиполийский полуостров, это такой длинный-длинный кишок, вытянутый, вот между ним и, значит, континентом, между Малой Азией, есть пролив, по которому надо долго-долго добираться к проливам Босфора и Дарданелла. Где-то в тех местах, только на другом берегу, была когда-то, значит, Троя или он, да, вот она контролировала это место, и во время Первой мировой войны там по инициативе Черчилля был проведен десант, чтобы захватить это Галиполе, а потом, значит, проливы. Но там не дали турки захватить, для турков это очень важный был момент, вот они, значит... А после этого у Черчилля началась аллергия на любые десантные операции, он постоянно был против высадки в Европе, вот всякое нет-нет-нет-нет-нет, и тормозил американцев. Американцы-то они такие, ребят, что давай, у нас, мол, типа, в библейском поясе бабы еще нарожают, у них такое было отношение-то, но бабы нарожают, это из русской лексики, а в библейском поясе действительно... Ну, там во Второй мировой войну там даже ситуация немножко, наверное, поменяется, поскольку у американцев будет полный изоляционизм, как бы у них вообще главная политическая повестка, вообще, девчонки, не будем в этом вашем участвовать, в этих делах, там, конечно, будет сложно. Ну, собственно говоря, почему Второй фронт будет так долго открываться, да, потому что там было очень множество ряд причин. А вот если возвращаться в случай, назад, как бы, к франклику, вот этой вот эмиграции, это вот этот, так называемый, исход, как бы, ну, грубо говоря, конец, да, как бы очевидный, драматический. Это была эвакуация не только военных, там были огромное количество гражданских, то есть это там, не знаю, военные, это, может быть, половина только от общего числа. И вот те самые гражданские, которые эвакуировались вместе с Врангелем, они вот составляют одну достаточно серьезную, как бы, массу будущих русских мигрантов. Ну, это ладно, это 20-й год. В 21-м году начинается уже следующий процесс. Дело в том, что в 19-м, там что происходило? В 21-м году, наверное, знаете, там, вот период, наверное, да, 21-22-й, это недовольство кого? Преподавателей высшей школы, забастовки и так далее. Когда, собственно говоря, профессура в уже большевистской России, им не нравились те, как бы, ну, те условия, по которым нужно вообще работать. Тогда начались эти забастовки, и большевикам нужно было как-то все это усмирить, что это сделать. И возникла проблема с интеллигенцией, да, можно ли ее перевоспитать, на самом деле, да, то есть можно ли ее сделать максимально своей. Если она даже интеллигенция будет говорить, что да, мы поддерживаем советскую власть, то можно ли ей доверять, да. И поэтому с 21-го года начинается операция по, ну, то, что потом в 90-е годы назовут философским проходом, как бы, это в 90-м году, такой Сергей Сергеевич Харужий, такой был физик и философ, который в свое время, вот этому, 22-й год, как бы, депортация русских интеллигентов, значит, из Российской империи, он это назовет философским проходом. Но операция готова с 21-м году, вот, вообще документы по этой всей операции, они долгое время лежали в Центральном архиве ФСБ, но сейчас они опубликованы, большая часть, по крайней мере, опубликована в сборнике «Высылка вместо расстрела», такое, как бы, говорящее название, потому что, как вы знаете, там Троцкий, американский журналист, он говорил, что, ну, как бы, нам нечего, ну, как бы, у нас нет оснований расстреливать этих людей, как бы, а чуде, что они не смогут влиться в это самое новое общество, поэтому мы с ними должны что-то, что-то с ними должны сделать. И поэтому им предлагается вариант «высылки». Но, кстати говоря, сам вариант «высылки», он не был прям каким-то ноу-хау, каким-то изобретением самого Троцкого, потому что в 19-м году американцы сделали то же самое, что сделал Троцкий. Они взяли ту самую нулевую миграцию, но политических мигрантов, как бы, что называется «райтс», как они их называют, «красные», как бы, непонятно, кто там, социалисты, анархисты, запихнули их на пароход «Буфорд», и в 19-м году отправили все это в Советскую Россию, и там, значит, было написано, что это рождественский подарок Ленину и Троцкому. Были такие открытки с фотографиями этих людей. И поэтому я полагаю, что Троцкий просто как бы, вот если с Запада нам прислали политически неблагонадежных людей, можно сделать то же самое. То есть модель, в общем-то, работающая. Поэтому с 21-го года начинаются специальные группы организовываться, которые начинают анализировать, что за журналы издаются, а вот люди собираются, о чем они говорят, на каждого заводится личное дело. И, например, если эвакуация в Рангеле в 20-м году происходила совершенно хаотично, и большевики не контролировали этот процесс просто никак, то вот как раз-таки 21-й, все-таки, был бы логично, 23-й год, вот этот период высылка, прежде всего, интеллигенции, он происходил очень подконтрольно. На каждого человека заводилась отдельная анкета, отдельное дело. И, в общем-то, даже, ну, нельзя сказать, что там прям был какой-то, прям вот, у нас нет пока подтверждения, что прям вот был отдельный какой-то опросник, но, судя по протоколу, допросы, они есть. И мы видим, что вопросы-то, в общем-то, были примерно одними и теми же. Там было несколько вопросов задавалось. Это как вы относитесь к забастовке профессуры? Есть ли у вас связи с русской эмиграцией сейчас? Есть ли у вас родственники, близкие там и так далее? Что, значит, как вы относитесь к советской власти? И вот, собственно говоря, там, на самом деле, последний вопрос был самый важный. То есть, к другим можно было по-разному отвечать, но это было самое важное. Как вы относитесь к советской власти? Ну, казалось бы, вы можете говорить, что вы относитесь к прекрасной совершенно, и вас это там как-то спасет или еще что-то. Но нет, там, в итоге это писатель Михаил Саргин, как и многие, сказал, да я люблю советскую власть, вы что, конечно же. Ну, просто если вас зашиворот, значит, тащат ночью на Лубянку, и задают вопрос, как вы относитесь к советской власти, вы говорите, конечно, хорошо, прекрасно, великолепно отношусь. Вот, и большая часть отвечала именно так. И Саргин потом вспоминает, собственно, как бы ретроспективно, это подтверждается уже потом другими воспоминаниями других мигрантов, что очень часто сперва началось заполнение каких-то документов, вот, а эти самые вопросы, они уже были просто задним числом уже были, некоторые были дописаны, некоторые. То есть, это такая была суматоха какая-то страна. То есть, иногда те, кто занимался вот этими допросами, несмотря на то, что вроде бы, казалось бы, бюрократия полная, на каждого заводится дело, но сроки Троцким были поставлены очень короткие, как бы, и вот, что типа это нужно делать очень быстро. И выясняется, что бюрократия, да, с одной стороны, вроде бы, внешне папка у каждого, там, вот эти фотографии, все это есть, действительно, все это прекрасно, но заполняется все это очень хаотично. То есть, с кем-то работали дольше, с кем-то меньше, но вот хаос определенного рода был. И поэтому, наверное, только два человека, кто был причастен к делу, скажем так, в философском проходе, сказали, так сказать, все радикальное нет. Это вот один-то был левый СССР, такой бокал, который говорил, что на все вопросы отвечал, что, вообще-то, все мои ответы содержатся в прокламациях нашей партии левых социалистов-революционеров. Ну, то есть, там, как бы, очевидный там ответ, что как по той социалистской власти? Ну, эти прокламации есть. А другой, это Иван Ильин, собственно говоря, такой вот, который, в общем-то, открыто сказал, что советская власть, он, как он полагает, что это является результатом, то есть, это является недугом, это является, то есть, это, безусловно, плохо. Недуг этот является продуктом ряда внутренних проблем, которые были, и революция здесь тоже относится к этой проблеме. А все же остальные как-то там либо витиевата, как Николай Бердеев на это отвечали, либо говорили, как о Саргин, все нормально, все в порядке. Кстати, поэтому Иван Ильин приговаривает к смертной казни, кстати говоря, после вопроса. Он просто потом, в последний момент, его заменяют на высылку, он вообще предполагал, что его расстреляют. Ну, как бы Ильин и сам, собственно говоря, был готов к этому. И вот, собственно, 22-й год, наконец-то, в общем-то, тогда, ну, опять же, с Германией у нас были, как у нас в советской власти, были отношения, поэтому принято решение на двух кораблях отправить в, сейчас скажу, это сентябрь 22-го года, отправить русскую всю эту интеллигенцию, которую по результатам всех вот этих вот опросов нужно было депортировать. Они в город Штеттина их отправляют. Конечно же, там далеко не, по результатам опросов далеко не всех отправили. Там, вообще, мы сейчас, если изучать эти документы, там выяснится, там, знаете, какие-то вещи, там, допустим, человек является инженером, вот, и, в общем-то, он достаточно нейтрален по отношению к советской власти, а дальнейшая судьба вообще неизвестна. Но там приписка делается следующая, что оставить его, значит, в России для, там, дальнейшей работы на благо революции. То есть, что это означает? Это, там, скорее всего, это означает, что человека оставляют, а дальше то, что потом сложеницы могут называть шарашки какие-то, какие-то первые, они уже стали появляться. То есть, там, люди потом исчезали, но там приписка делалась именно такая, что человек будет работать здесь. Некоторым делали высылку не за пределы страны, а административную высылку. То есть, подальше от европейской части России, как можно, вот, подальше, подальше там было. Ну, то есть, это относилось, кстати, не только к, так сказать, взрослым прям вот профессорам там и так далее, это к студентам тоже относилось. То есть, на самом деле, студенты тоже проходили по этому, по этому же делу. Ну, это был такой народ попроще уже, да, как вот, например, там, кто у нас был-то? Это один из отцов космонавтики-то. Циолковский, про имеете в виду? Нет, не Циолковский, не Циолковский. И он еще книжечку издал по поводу того, как лететь на Луну, вот по такой вот, улитка-то его была, да, вот именно по этой траектории потом американцы полетели и даже где-то попытались в Новосибирске, вот того места, где был барак, где жил он, когда строил какой-то элеватор, поставить там какую-то вот мемориальную доску, попытались даже. Прилежали астронавты, попытались это отметить, да. Это, так сказать, Кондратюк, Кондратюк. Да, 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 точно, да. Он, кстати, понятно, он по чужим документам еще жил. Он на самом деле не Кондратюк, он на самом деле потомок был того самого шведского генерала, который звали Шлиппенбах, который капитулировал под Полтавой и потом служил Петру Первому, потомок Шлиппенбаха. Нет, а так, ну как, по поводу проще, не проще даже, ну как, студенты, разумеется, это проще, а сейчас студенты там, они на этот проход, разумеется, не попадают. В первую очередь туда попало, туда попали, понятное дело, что это часть гуманитарной интеллигенции, это не обязательно, кстати, философов там будет не очень много, на самом деле, это просто вот, знаете, придумано в 90-е годы, там будут историки, востоковеды, но, вот просто иногда есть такая байка, типа, большевики выслали только, значит, гуманитариев, а всех, там, не знаю, инженеров, там, энергетиков оставили у себя. Нет. Например, там был выслан такой конструктор паровых турбин по фамилии Ясинский, как бы один активный деятель, значит, русской эмиграции уже потом сюда в Берлине, то есть конструкторов даже вот паровых, ну, они были нужны, понимаете, потом даже, как бы вообще все, кто занимался энергетикой, это странно, кстати, был еще заговор энергетиков, и тоже разоблачали его, потому что энергетики, например, они сплотились, так сказать, там было у них свое общество, которое без всякой, в своих документах писали, что к политике не имеют никакого отношения, но главная сейчас фундаментальная проблема это энергетика, то есть как в условиях после гражданской войны что-то нужно делать. Часть была тоже отправлена вот на этом проходе, потому что показались неблагонадежны. Поэтому сказать, что вот там лучших большевики оставили у себя, а плохих, значит, выкинули в Европу или наоборот оставили у себя весь всякий сброд, а, значит, от лучших отказались, не получается, там получается совершенно хаос, как бы определенный, то есть там в перспективе высчитать, кто принесет пользу, кто нет, там, ну, очень сложно. Поэтому часть русских мигрантов действительно там прекрасно реализовались, допустим, в Европе, но часть и в Советской России, те, кто остался, тоже там некоторым удалось. По крайней мере, до Сталина, да, можем сказать. В итоге вот... Да, там во время НЭПа-то вот интеллигенция-то жила, и даже была выездной, вот как... Ну, если ты, конечно, хороший, вот как Маяковский, как Есенин, были выезды, да. Да, да, там Маяковский выезжал по стандартной схеме в США, это выездная виза в 500 долларов, общая такая штука была, да. Ну, там залог нужно было оставить, да, да, такие у меня уже просто профессиональные, я уже помню какие-то деньги даже уже, сколько стоило и что уже примерно. Я вот слышал запись воспоминаний вот одной из иммигрантов, которая эмигрировала на этом самом философском пароходе, но она была чья-то дочка там из той семьи, которая эмигрировала, а запись она уже 60-летней давности, 60-х годов запись, и вот, значит, рассказ, вот погрузились они на пароход, такое вот ледяное отношение к ним команды и капитана и офицеров корабля, совершенно такое ледяное, на грани презрительности, вот они дошли до Кронштадта, в Кронштадте, значит, пароход оставил Лоцман и вот этот вот смотрящий комиссар, тут же все расцвели, здравствуйте, поздравляем, все, вы в свободной Европе, да. Да, это осталось, это осталось в воспоминаниях, да, это было, то есть сперва вот пока какая-то вот эта, так сказать, команда, скажем, от большевиков была, то там у всех было как-то непонятно, как бы было ощущение, вот сейчас, ну, просто к большевикам доверие было не очень большое, то есть, ну, везут куда, чего, там, институт заложников во время гражданской войны, сами знаете, опять же был, всем вообще, всем это очень не нравилось, а тут неожиданно, да, ну, слава богу, я когда приезжаю. Потом они приезжают, собственно говоря, в Штеттинг, высаживаются там, ну, а дальше начинает, вот Берлина оказывается первая точка, где, наверное, вот эта часть. Да, простите, пожалуйста, я вот такой вот дотошный человек, а на какие деньги был арендован этот пароход, кто его оплачивал? Да, значит, по поводу, это была договоренность с Германией, кстати говоря, так что это, там, правда, я... Платил ты кто? Пароход-то стоит денег. Пароходы, сейчас я скажу, пароходы были немецкие, платила Германия, может быть, я сейчас, вот я не помню, может быть, конкретно за эти рейсы большевики что-то платили, но пароходы были немецкие, и, что интересно, Германия полагала, что в перспективе смогут, есть просто открытки, смогут открыть рейсы Штеттинг-Ленинград, будут вот такие будут вещи, то есть это вот потом позже, позже, когда уже, когда уже появится Ленинград, в общем-то, сам по себе, да, то полагалось, что это будет вот такой курт, то есть на самом деле здесь Германия думала, что вот этот вот рейс, они откроют какую-то новую историю, вот есть, да, как бы в туризме и прочее, эти открытки остаются, то есть, например, типа, сделайте вот путешествие из Германии, очень быстро путешествуйте из Германии в Россию, поэтому Германия здесь очень серьезно помогала, конечно, да, то есть это вот... То есть мне как-то немножко это открытым осталась тема, на чьи же деньги, из-за чего... Ну, смотри, просто... Германия хотела себе приобрести умных людей в качестве мигрантов? Германия, нет... Большая русская миграция к тому времени. Нет, нет, в Германии это... Это такая нормальная дипломатия просто, понимаете, Германия уже вписалась до еще, так сказать, всех этих событий 22-го года, вписалась, что они будут... Они открыли дипломатические отношения, на самом деле, с новым государством, как бы, нужно было с ним дальше уже налаживать какой-то контакт, да, поэтому в случае с транспортировкой это все равно для Германии не были такими гигантскими какими-то деньгами. Но перспектива была большой, потому что, говорю, вот эти вот коммерциализации, я вот это вот, так сказать, путь, который из Штеттина, да, то есть Петроград-Штеттина, он предполагал, что будет Штеттина-Ленинград, вот, что вот в этой части ее можно будет чуть ли не делать, были проекты, прогулки вообще водные, то есть, знаете, просто когда хотите, вот просто можно не высаживаться, можно вот вдоль этой береговой линии, там, путешествием соединиться с Прибалтикой, то есть, вообще там проектов было очень, проектов было масса, поэтому там пересечение было, произошло пересечение интересов, так что-то, да, это произошло определенное. Кстати говоря, началось все это во время Генуэзской конференции, когда, значит, это вот экономические последствия Первой мировой войны, кто кому сколько должно, выясняли. И там же была и Германия, и Россия, и они вот недалеко от Генуэ, как это местечко называлось-то, типа, Раппало, нет, не Раппало. Сейчас, минуточку, так, Генуэ, хорошо, так, Италия, хорошо. Ну, они вот там собрались, советские и немецкие представители, обе, в общем-то, обе проигравшие стороны в этой войне, Раппало, что ли, да, как-то. Да, 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 да. Раппальские соглашения, как так, Раппало. Вот, и вот они там, значит, с тех пор появилась дружба. Дружба. Нет, нет, это определенно, да, нет, это, конечно, это было. Причем, кстати говоря, эти корабли, которые отправили, они были уже старые, они уже были вообще на их взнос, на самом деле. То есть, разумеется, Германия предоставила там то, что сейчас с трудом плавает вообще. В Германии тогда много было того, что с трудом плавает, потому что они ведь важны, репарации были платить. Да, да, да. Много у них было конфисковано, да, вот. А нужно было откуда-то... Минное дело конфисковать. Да, нужно было какое-то открывать, какую-то коммерческую какую-то вот еще штуку, поэтому в случае вот, если хотя бы можно будет какие-то прогулки организовать, если мы там сможем вот этот вот, ну, то есть, это хоть какой-то, но бизнес может там на современном языке. Ну, вот это сообщение с Германией шло, так сказать, по воздуху. Летали, была трасса Москва-Кенигсберг. По ней вот эти вот наши интеллектуалы, типа Есенина, типа Маяковского, именно через Кенигсберг проникали в Европу. Вот их начальные пункты, рейс Москва-Кенигсберг на немецких самолетах, ну, по-моему, они принадлежали тогда обществу Добролет. Это была частная компания, так сказать, акционерная, которую потом преобразовали в Аэрофлот, отняв, соответственно, собственницу акционеров, естественно. Я вот сейчас думаю, смогу ли я найти ту самую открытку, которую... Это надо было мне что-то подготовить. Ладно, ладно, я потом... Я могу вам дать возможность показать. Я вам сейчас уже вспомню. Просто пока, когда мы о Дом русского зарубежья в 19-м году еще открыли музей русского зарубежья, и, в общем, поскольку это было... Ну, это было, с одной стороны, это было здорово, а с другой стороны, всякий, кто работает над каким-то большим проектом, знает, что потом очень... Ну, как-то бессознательно все ты пытаешься загнать как можно подальше все эти рабочие документы, больше к ним не возвращаться, потому что это уже... От этого уже какой-то, значит, нервный тик уже совершенно возникает, и, конечно, там, да, я уже сейчас... И жила жизнь ученого. Ну, да, куратора, ученого, там, наверное, кого угодно. Но это, наверное, сейчас буду... Так, а если я... Сейчас я поищу у себя это... Так... По-моему, кажется... Нет, слушайте, это я буду сейчас слишком... А, нет, 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 минуточку, кажется, есть, кажется, есть. Вот оно. Так, сейчас, минуточку, давайте-ка я сейчас... Наверное, вы тогда, если мне предоставите... Я вам предоставил, вам доставлю демонстрацию экрана. А, уже есть, а, ну, хорошо, тогда мы... Так, давайте... Так, давайте я так сделаю демонстрацию экрана. И вот оно. Вот, видите, даже больше. Штаггольм еще идет. Вот полагалось, что будут... Здесь, понимаете, Ленинград будет частью в этой прогулочке. Штетин-Рига, Штетин-Ленинград, Штетин-Стаггольм. Да, ну тут есть... Ленинграда не было, это открытка 28-го года. 28-го года, да. Но там просто по документам получалось, что в целом Германия заинтересована в открытии вот этого части пути. То есть вообще в целом из Штетина в Петроград-Штетин это было какое-то такое новое направление. То есть это не было прям такие проложенные рельсы для капитанов кораблей. Но вот тут можно было попробовать. И поэтому в перспективе можно было бы открыть вот такие прекрасные водные прогулки, как угодно это можно называть. Сами действительно путешествия там и прочее-прочее. Поэтому, конечно, германская сторона была как раз, наверное, заинтересована. Да, в упору Германия вставала с колен как раз. А там какая-то странная была история. Ну, да, как раз вставала с колен. Там был еще период золотых годов, когда там неожиданно небольшой промежуток, когда все стало в Германии не так уж и плохо. Но потом уже понятно, что там приход к власти уже национал-социалистической партии стремительно. Но это уже другая история. Так вот, если возвращаться к... Два таких, наверное, важных сюжета. Это 20-й год исход и фалстовский проход 22-го года. После этого начинается первая волна русской эмиграции, потому что часть людей была сосредоточена... Как бы двигались, грубо говоря, из Константинополя в Европу. То есть снизу вверх, с юга на север. Другие же двигались из Берлина куда? В Париж. Потому что в 2018 году в Париже тоже уже русских мигрантов было достаточно. В это время, кстати говоря, к юридическому вопросу, а как можно было передвигаться, да? Появляется такая штука, как нансеновский паспорт. Да, тот сабы, который вот... То есть вроде бы такая фига в кармане, то есть непонятно, что это за документ, да? Но нансену удалось добиться, чтобы множество стран и ряд организаторов, Красный Крест, например, кстати говоря, да, признали этот документ как... То есть имеющий юридическую силу. Потому что по факту вот дали вам, так сказать, пня из России. Ну и кто вы теперь, да? Что у вас там... Что вы с этим будете делать там, да? С этими документами, да? Предусловно, что вообще-то... Например, в случае с 22-м годом из фасовских пароходов, люди расписывались, что они уезжают за свой счет. Очень важный момент. Количество того, что можно было взять с собой, оно строго регламентировалось. То есть там типа две пары штанов, две пары кальсонов на таком уровне. Один чемодан, там вот такие вещи. Количество денег даже регулировалось, кстати говоря. То есть тоже... Разумеется, большевики и дураки, что ли? Там типа эти мигранты, которые там типа давайте у меня с собой кучу денег заберут. Да нет, конечно, они там не разрешат это сделать. Поэтому повезло только тем, кто у кого, кто мог через... Опять из тех же воспоминаний, там, в принципе, можно было всегда договориться и вывести все, что... Можно было, да. Договориться – это отдельная вообще вещь. Мы договаривались очень быстро и легко и просто. Ну, потому что время такое, да. Но юридически было нельзя. Опять же, можно было договориться, те, у кого реально прям много денег. Потому что иногда вообще чисто грабеж был. Ну, это там кидало, как бы сейчас бы сказали. Вот. И в 22-м году, то есть я еще что-то хотел сказать, там все расписывались, что при возвращении назад их расстреливают. Вообще-то это было как бы обязательно так. То есть как бы если появится на нашей границе, все. То есть мы вам как бы все самое хорошее сделали. Троцкий же вообще говорил, что это такой гуманистический жест со стороны советской власти, что мы там не изверги, не звери и не так далее. И поэтому не надо представлять, что мы там сплошными расстрелами занимаемся. Вообще-то мы еще там типа еще думаем, что делать с людьми, которые мы считаем их неблагонадежными. Это, собственно, вот это направление такое европейское. Но был еще, так называемый, феномен русский Шанхай. Вот. Это те, кто через Сибирь в итоге попал в Китай. Вот. И в Китае, сразу скажу, там самой интеллектуалов, интеллигенции, трудового сектора было не очень много. В основном это были военные. Это много кто от колчаковцев, так сказать, от Бьюса остался. Один потом, там было, в китайском языке был какой-то определенный термин. Это вот русские офицеры, которые превращались в наемников. То есть там же в Китае... Китай же такая страна, там все время внутренние разборки какие-то проходили. Это же все время происходит. Вот для того, чтобы там подавлять какие-то вещи использовали. Причем казачьи корпуса использовались для этого. Некоторые там русские Шанхай, там тоже появляются свои кафе, воинские учреждения. То есть Шанхай, кажется, один из таких центров. То есть если говорить про такие массовые центры, смотрите, это Китай, это Шанхай, это Стамбул, это территория Турции. Галлиполийский полстров я просто не беру, потому что там исключительно военные были. Там как бы это не город про Китай. То есть это просто военно-палаточный лагерь, по сути дела. Потом дальше это Берлин, это Париж. Потом сюда добавится еще и Италия в целом. В первую очередь это Рим, конечно, там меньше, типа, может быть, Флоренция. Милан и так далее. А из каких соображений вы пропустили Харбин? А, Харбин, я что-то забыл. Да, конечно, Харбин. Разумеется, Харбин. Шанхай, Харбин, конечно, да. Это вообще был, так сказать, русский город Китая. Да, 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 конечно, Харбин был. Потом сюда добавляется еще Прага. Прага вообще объединит все диаспоры на каком-то международном уровне. Ну, грубо говоря, составит такое государство над всеми государствами. То есть какие-то обязательства между диаспорами в разных совершенно... То есть соединить Харбин, Шанхай с Берлином, Прагой, там, итальянскими городами, там, и далее, и далее, и желательно еще и с Америкой тоже, с американскими городами. И вот, собственно говоря, в Харбине будет русский научный институт, в Берлине будет русский научный институт, в Праге их будет вообще множество США, да. Причем откуда деньги, как обычно, да? Деньги из кармана Европы все это достается. Потому что, опять же, вот эти 20-е годы именно казалось, что сейчас мы поможем русским, они вернутся назад, а как только они вернутся назад, то они нам смогут вернуть эти долги. Но самое главное, это будет другое государство, оно будет, скорее всего, это не будет Российская империя. Уже, кстати, мало кто думал, что там только, знаете, часть белых мигрантов, может быть, часть духовенства думали, что мы вернемся, будет Российская империя. Да нет, там вся Европа полагала, что даже если, ну, то есть, скорее всего, русские возвращаются назад, и это будет демократическое государство с конституцией. Потому что в Российской империи, несмотря на то, что там активно в Российской империи развивалась, все-таки развивалась наука, было университетов очень много, там, ну, знаете, там внутренние проблемы было множество, да. То есть, с конституцией мы уже бились, уже, там, кто не бился только с ней. Александр Второй пытался ее, там, реализовать, ничего не получалось, потому что там всегда было антиконституционное лобби, да. Огромное количество тех, кого могли бы назвать таких даже правые монархисты, и то были конституционалисты, да, и то все были полагали, что нужна конституция. Так вот, европейцы полагали, что это будет конституционное общество, вот, конституционное не в смысле советское конституция, это будет демократическое общество, с которыми мы сможем по полной, сможем, скорее всего, у нас будут долгу, будут возвращать все это дело, но это выгодно, это лучше, это лучше, чем большевики, которые мы пока еще не знаем. Но, смотрите, уже первое какое-то разочарование уже началось, когда Колчака Антанта перестала финансировать, уже казалось, что, поскольку Колчака, как знаете, Антанта думал, что Колчак сейчас пробьет, он будет, там, вообще, там, убьет большевиков, просто задушит голыми руками, уже вот здесь были проблемы. Потом, когда думали, ну, ладно, гражданской войной не получилось, давайте большевики просто сами как-то развалятся, да, поэтому давайте спонсировать русских мигрантов. Поэтому открываются, вот эти, кроме научных институтов, открываются, например, такая вещь, русский юридический факультет в Праге, такой интересный такой феномен, это воспитание нового поколения юристов, на русском языке, кстати, везде преподавание шло, эти юристы, по идее, должны были вернуться потом в Россию и воссоздать очень в скором режиме всю правовую систему вот снизу вверх этого нового государства, то есть, чтобы это, и избавить нас от террора, избавить от новой, там, гражданской войны и так далее. Но потом, когда стало ясно, что большевики что-то никуда не собираются уходить, почему-то им даже удается договоряться с Америкой, там, какие-то кредиты все равно получают, получают как-то экономику свою, как-то восстанавливают, хотя там все, уровень жизни очень низкий, но все равно огромное количество все-таки сочувствующих большевикам было, те, кто особенно не был в СССР. То есть, грубо говоря, там Эмма Гольдман, например, да, которая вот вернулась в 19-м году из Америки в Россию, а потом в 21-м году убежала уже назад. В Лондоне был обед, посвященный, ну, как бы в ее честь, там присутствовали философ Бертран Рассел и Герберт Уэллс, который Россия, значит, в Англии. Так вот, по воспоминаниям Уэллса и самого же Эмма Гольдман, все ждали, что сейчас Эмма Гольдман скажет, что, типа, да, здравствует, там, ну, великая, значит, там, октябрьская, значит, как минимум великая русская революция. Она ничего подобного не говорила, она сказала, что это ужасно, то есть, типа, я каталась с 19 по 21-й год по России, записывал все, что там происходит, это ужас, то есть, полный, это вообще никакая, то есть, это, может быть, когда-то и была революция, но что-то я ее пропустила, вот, поэтому, и это был, наверное, шок для всех собравшихся в Лондоне интеллигенции, потому что всем казалось, что, ну, конечно же, это прогрессивно, то есть, сочувствований было много. И потом, смотрите, вот просто люди, которые нас слушают, представьте, когда вот все обычно любят жаловаться по поводу высшего образования, типа, мой диплом, мы не признавались никем вообще, так что, когда вот эта шутка про то, что вы будете делать с этой куркой, вот, пожалуйста, получили диплом, учились в ноль, полный. Когда стало последние уже годы обучения, там, знаете, что происходило, там часть денег уже, часть курсов по праву уничтожались и нанимались срочно преподаватели по каким дисциплинам, по, значит, ремесло плотника, к примеру, вот, там, столярное дело, потому что юристам было необходимо срочно переучиваться на какие-то профессии, которые были более, как бы сказать, более практичными, они могли найти себе работу. Вот, а юрист, а что вы будете делать с этим, у вас по факту, и приезжаете вы какой-нибудь вот в Праге или во Франции, даже если вы хорошо разбираетесь во всех этих правовых делах, у вас нет диплома, нет сертификата, вас никто на такую работу просто не возьмет. Тем более, а уж если выяснилось, что обучали вас по какой-то российской программе, а это было так, действительно, по университетской программе 19 века, да еще и на русском языке, только, разумеется, никто с вами ничего делать не будет. Дальше. Вот это прекрасная вещь, когда там, ну, иногда там в популярных статьях говорят, смотрите, сколько было научных институтов, Карбин, Берлин. Это можно ли это назвать высшей школой? Ну, то есть, знаете, как вот, типа, человека высшего образования. Нет, не было это. Это такая была история, то есть, да, люди получали знания, но юридически, опять же, эти знания не имели, как бы, силы. То есть, для социальной мобильности русского мигранта это очень значило очень мало. Вы получали там все эти знания, могли поступить там на факультет, но это было ближе, наверное, к какой-то просветительской деятельности. Несмотря на то, что сами себе курсы были составлены очень грамотно, там, экзамены были, сразу все это спрашивалось, там, то есть, люди переживали. Но юридически это больше, знаете, как кружок. Факультативы я, значит, походил. И вот эта вот трагедия высшего образования среди русских мигрантов, она, это просто такое какое-то, ну, сказать, что это какая-то фрустрация глобальная, не сказать ничего. Особенно для тех, вот как раз для молодых это было. То есть, к примеру, если вы получили образование уже в Российской империи, да, и приезжаете, даже если у вас еще пока нету имени, но все равно, ну, как бы, у вас хоть, как минимум есть какая-то практика в вашей профессиональной деятельности, это одно дело. А если вам, ну, я не знаю, 19, 20, там, 24, там, не знаю, года и что, так далее, что вы сможете сделать с этим. И поэтому вот это возникает уже очень серьезная проблема, потому что вот это дети, особенно мигрантов, вот с ними будет совсем все будет очень плохо, потому что непонятно, куда их отдавать. То есть, это помимо того, что устроить свою собственную судьбу, надо было еще куда-то детей запихнуть, куда-то, ну, интегрировать их в это общество. Причем, знаете, как этот слив, а я по-другому не могу сказать, как происходил этот слив, интересно, вся эта история. Например, вот я на примере русско-юридического факультета расскажу. Там, значит, был такой, был правовед, значит, по фамилии Гурвич, Георгий Гурвич, который преподавал в этом русско-юридическом факультете. Значит, он, когда стало ясно, что что-то не так, он, значит, выбивал себе командировки в Сарбонну, чтобы там что-то писать, какую-то диссертацию. Ну, ему выделяли эти деньги из-за бюджета юридического факультета. Деньги, кстати, там, все это было под патронажем такого Масарика, главы, в общем, всего этого дела. Дело, вот, Масарик очень любил русских, вот, конечно. Масарик же был тогда главой молодого чехословацкого государства. Да, 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 это было прям перспективное было такое государственное образование, сейчас мы с русскими задружимся. И вот, собственно, по сути дела, на деньги Масарика Гурвич катается в Сарбонну, а потом он приезжает очень редко. То есть нужно все время принимать экзайны, принимает все меньше и меньше, фильм какой-то пропадает, а потом неожиданно в прессе всплывает, вообще научные статьи выходит. Евгений Спекторский такой был руководитель русско-юридического факультета, да, может, как раз был в определенный момент времени, он даже был руководителем. Он, значит, увидит, что какая-то статья выходит, а фамилия, а там кто? А там Жорж Гурович. Вот прекрасная вещь. Георгий превратился в Жоржа, пишет на французском языке, и оказывается, уже он зацепился во Франции с Эмилием Дюргеймом, социологом, работает уже вместе с ним. Это нормальная такая вот ситуация, когда русский интеллигент, знаете, превращается в европейского интеллектуала. То есть когда меняется, собственно говоря, имя, фамилия такая происходит, трансформация, и, в общем-то, желание иметь дело с русской диаспорой у некоторых вообще было уже никакого. То есть, типа, я нахожусь в Европе, ну и что, сейчас я буду тратить огромное количество времени на издание каких-то статей на русском языке. Для кого? Для русских мигрантов, которые будут мне что-то писать. Это было актуально для кого? Для писателей, конечно. Особенно для тех, кто не мог переключиться на европейские языки. Даже для Набокова. Набоков в раннем возрасте попадает в Европу, и вот эти его ранние работы, типа, там, Роман Машенька или Другие берега, такая ностальгическая, все это написано на русском языке. И в романе «Дарк», кстати говоря, большущая такая книга, там отчасти она полуавтобиографическая, там же как бы описывается главный герой русский мигрант в Германии, который пытается как-то осознать свое бедственное положение, что он здесь собирается делать, и в итоге пишет роман про Чернышевского, там, такой мета-роман получается. Вот, и Набоков, он был билингвистом, но даже для него это была проблема. Даже для, вроде, людей, которые знали языки, все равно для них это была проблема. То есть, на каком языке все равно писать. То есть, как бы все равно некоторые, многие полагают, что надо писать на русском языке. Вот, это там поздний Набоков начнет писать уже на, значит, на английском, да, там уже, да, там та же самая, там, Лолит, вот это все будет потом. Сперва он там публикуется как Сирин. Вот, причем, кстати, где публиковаться? Понимаете, одно дело, вот, один вариант социализации я рассказал. Вы просто меняете имя, фамилию, цепляетесь за европейского интеллектуала, если, и уже работаете вместе с ним. В лаборатории, там, как угодно, это можно, сектор, факультет, так далее. Просто говорите, все, нет, я больше не хочу иметь дело с русскими, я нормальный, я француз, проще говоря. Я буду добиваться все, чтобы мне получил французское гражданство. А многие были с вот этими Нансенскими паспортами, да, понимаете, какие-то безродные совершенно люди. Типа Ивана Бунина, к примеру. Это документ, удостоверяющий личность лица без гражданства. Да, да, да. Я однажды видел такой документ, очень такой непрезентабельный, даже без фотографии. Да, без фотографии. Документ был в 80-е годы, в купе поезда Москва-Ленинград, с нами ехал некий такой из Америки, из Лос-Анджелеса, по-моему, пожилой еврей. Он там жил у кого-то там, у родственников. Вот, и у него, значит, был документ, и там, значит, ну, написано, кто он такой. Блонд, он, значит, белый, там, вот такие вот слова. Даже фотографии не было. Даже фотографии не было, да. Это очень дешевый. Такая картоночка такая вот напоминала очень тогда нашу сберкнижку. Да, да, зеленого цвета она даже была. Да, да. И у меня тоже были ассоциации со сберкнижкой, то есть, когда я там ее видел, да. Это очень непрезентабельная штука, то есть, это для, понимаете, как выглядит там, то есть, на тот момент сравнить какой-то французский паспорт или еще что-то, и вот эта вот штука. Да, это не появилось в эпоху, когда была масса перемещенных лиц, которые никак не могли вернуться на родину, соответственно, где бы их сразу бы отправили на Цугундер минимум. Да, да. И сперва, да, кстати, сперва с этим национским паспортом можно было шляться где угодно, по сути. Можно было перемещаться из Германии во Францию, в Италию и так далее, но потом и это заканчивается. То есть, там страны говорят, что у вас национский паспорт, где вы сейчас находитесь, там вот и будьте, то есть, все. Поэтому это уже для русских мигрантов начинается проблема, то есть, уже вся эта кочевая эпоха, она уже к концу 20-х, она уже заканчивается. То есть, выясняется, что там, допустим, успели вы переехать в Париж, ну, отлично. Если нет, то вы будете сидеть в Берлине, и вот какое количество мигрантов там есть, с ними вы будете общаться. Да, можно переписываться, можно там переводить деньги. В конце концов, даже Харбин с русским юридическим факультетом смог какие-то общеобразовательные программы там даже сделать в свое время. Хотя, да, где Харбин, блин, да, где Прага. Но потом вот эта вся мозаика, она начинает постепенно распадаться совершенно. То есть, там, это происходит отчасти. Часть интеллектуалов пытаются ассимилироваться, часть пытаются до конца биться, что, типа, нет, мы сможем что-то, значит, сделать свое. Его некоторым удавалось сделать, что называется, ну, как бы получить и известности в Европе, и остаться, типа, русским таким, да, вот позиционировать. Но это редкие случаи были. Например, вот Николай Бердяев, философ, ему удалось. Вот это очень интересная штука, поскольку это связано еще с религиозной проблематикой. Дело в том, что вообще русские мигранты, там очень интересная была вещь, многие совершенно этики неверующие, скептики и прочее в миграции неожиданно не просто становились верующие, они еще выцерковлялись очень. Причем по чисто такой социальной причине. Нужно было где-то собираться. То есть, очень хотелось поговорить с русскими, что-то спросить, а как вообще вы живете у нас вот так-то, а как у вас дела? Выяснилось, что церковь – это как раз место, где мигранты могут встретиться. Но появляется феномен такой домовой церкви, которая просто берется как квартира, и вот она обставляется просто как церковь. И вот там вот можно было, соответственно, встретиться. Поэтому в это время многие становятся прям вот такими вот церковлюдами, прям людьми. И случай с Бердяевым очень интересно происходит. Он уже там получил некоторую... В принципе, некоторая известность в Европе была, но после того, как он там пишет работу «Новое средневековье», она очень хорошо, как бы сейчас сказали, заходит читателям, потому что это хорошо как бы сочетается с работой Недальда историко-философа Осведа Шпенглера «Закат Европы». И вообще идея «Нового средневековья» – это все очень здорово, такая афористичная работа, тезисно все это. Как бы здорово переиздается. И тут, знаешь, происходит очень роковая вещь. Ну, очень хорошая для Бердяева. С ним связывается секретарь организации YMCA. Или как называют «Имка», там «Имка Пресс», вот это все. На самом деле YMCA – это англо-американские протестанцы, которые, значит, целиком YMCA – это идет как ассоциация христианской молодежи. И вот эта ассоциация христианской молодежи, эти протестанты, они видят в русских мигрантах людей, которые, вот смотрите, они сейчас являются православными, но если мы на них надавим, то они как бы смогут обновить свое православие. Ведь же реформации в России на европейский, по крайней манер, не происходило. То, что сделала «Никон», это немножко другая совершенно история с этими. И поэтому YMCA полагают, а давайте мы это сделаем. В YMCA – это у них были огромные деньги, совершенно огромные. Клип, сейчас я прощусь сказать, клипа группы, гей-диско-группы Village People YMCA, где как раз-таки воспроизводятся все эти аббревиатура, она сделана не просто так, этот клип. Это такая ирония над этой организацией, потому что она была вездесущей. Это огромные деньги. У них были христианские бассейны, христианские спортзалы, изображаются христианские школы, все христианское. То есть YMCA полагали, что христианство должно быть максимально адаптировано к социальной жизни. И тут появляется русский мигрант, на который можно влиять. И тут повесняется, что вот Бердяев, а почему нет, почему не сделал ставку на него, как бы его же книга, она вроде идет. Бердяев говорит сразу, недолго думает, говорит, давайте, дай ему, выделяю деньги. И во Франции он забирает прям целый особняк, Монпарнас, дом 10, где у него появляется, собственно, издательство, журнал, собственно, издает, журнал «Путь», появляется, так называемая, религиозная философская академия, он ее из Германии, из Берлина перенес во Францию. Это академия, в смысле, это не образовательное учреждение, но это как бы некоторая такая площадка для философов, там, литературы ведов, богослов того времени. И вот это все контролирует каким-то образом совершенно прекрасно. И деньги продолжают выделяться, в 40-е годы даже будут продолжать выделяться. Причем сперва YMCA были не против издавать художественную литературу. Потом они сказали Бердяев. Конечно, это очень-очень прекрасно, но лучше бы вы издавали эти, значит, какое-то чуть-чуть такое религиозное. Потому что для американских протестантов то, что сделали русские философы религиозные с православием, это вариант такого, знаете, обновления какого-то очень серьезного. То есть протестанты полагали, что вот есть канонические какие-то тексты в русском православии. То, что пишут новые богословы и философы, вообще не имеет ничего общего. Это вот как разница между протестантскими текстами и католическими. Вот то же самое. И вот на этом появляется, значит, русско-христианское студенческое движение. Но это понятие уже самого названия, как калька с американской христианской молодежи. То есть вот деньги от русских протестантов, от англо-американских протестантов появляются. Это, кстати говоря, не очень... В 90-е годы это не очень нравилось патриотической общественности по поводу русской биграции. Потому что такое огромное количество вещей появилось благодаря чему? Благодаря каким-то, значит, этим англо-саксам, значит, масонам, там, я не знаю, как угодно их назвать. То есть, по сути дела, на деньги протестантов. Что это за православная такая, значит, странная культура? Вот деньги оттуда отчасти выделялись, и благодаря ним сперва все-таки смогли публиковать свои работы, например, Набоков под фамилией Сирин. Он тогда публиковался. Это один источник денег. Другой источник денег, как будто странно звучал, это партия социалистов-революционеров. А у СССР были деньги. Ну, вы знаете, СССР, они же большие. У них как бы влияние было огромное совершенно. Они организовывают... Ну, как сказать, деньги. У них были собственные деньги, которые... У них была как бы идея банка такого, знаете, как бы общественная касса собственная. Плюс еще социал-демократы, которые... Вообще левые в Европе, которые об СССР что-то знали и готовы были спонсировать их. Они открывают журнал «Современные записки». И «Современные записки» изначально позиционировался как общественный и литературный журнал. А потом он превратился в журнал, где публиковались Бунин, там, знаете, Набоков, там чуть ли не Мережковский. И это в большей степени становится литературный журнал. То есть, понимаете, это СССР издавали журнал, думая, что это будет такая публицистика какая-то, но под, как бы сказать, под влиянием СССР. И редакторы были СССР как раз-таки. Марк Вишняк, к примеру, был. Публиковали там даже писателя Ивана Шмельо «Очень правых взглядов», например. С ним, конечно, было множество других проблем, но тем не менее, понимаете, СССР опубликовали тех, кого они там в годы революции считали, в общем-то, врагами. То есть, ну, как бы, ну, допустим, те интеллектуалы, те интеллигенты, которые думали, что, допустим, какая революция, давайте у нас будет конституция, там, конституционная демократия и прочее. И СССР про это в это время, там, Чернов, к примеру, да, он решил, что ладно, ничего страшного, пусть издается, нормально. Современные записки окупались, то есть это журнал, который в русской миграции активно покупал, это все это было действительно. Это, собственно, один, если мы сейчас про деньги говорим, да, это вот такой есть вариант решения экономической проблемы. Анархисты делали совершенно по-другому. Анархисты опирались на нулевую миграцию и на рабочие профсоюзные связи, обычно которые были уже вот очень хорошо были разработаны. То есть, допустим, в Соединенных Штатах была такая огромная, значит, ну, как бы огромное движение, это союз рабочих США и Канады. Вот, собственно говоря, там деньги, денег было достаточно на то, чтобы издавать крупные журналы. Вот, можно было кататься с, ну, если какие-то, нужны какие-то деньги, например, на издание чего-либо, можно было организовать лекционное турне какого-нибудь там русского мигранта, которого вот готовы были его, значит, слушать. Там, например, Григория Максимова, который там катался по Детройт, Акрон там и так далее. Вот, и да, так деньги собирались. Махно получал деньги от анархистов тоже в эти годы, от рабочих в основном преимущественно. Так что источники были совершенно разные. То есть, конечно, понятное дело. С русскими офицерами, конечно, было посложнее, потому что это, конечно, там не от рабочих они деньги получали, то нужно было договариваться с какими-то там чиновниками, там, дипломатами, всеми остальными. И вот эта вот первая волна русской миграции, вот она имеет совершенно разную. Очень деликатно сказали договариваться с чиновниками. Ну, а как? Ну, да. Деликатно очень, да. Деликатно, потому что там потом будут разные... Потому что в 30-е годы ситуация принципиально поменяется уже. Там уже, там будет уже совершенно другая будет история. Но это уже, понимаете, это эпоха чего? Это эпоха, которую можно было назвать, когда приход, появление Гитлера в мире очень серьезно расколол русскую эмиграцию на тех, кто как бы, и Муссолини в том числе, да, на тех, кто полагал, что с Муссолини Гитлером в целом можно сотрудничать, вот, по разным соображениям. Некоторые видели в нем, как Иван Ильин, к примеру, что это, смотрите, европейская демократия, она прогнила совершенно, это превращается ни во что совершенно, это отвратительная совершенно вещь. Но вот фашизм итальянский, он как бы, ну, вот традиции все воскрешает, как бы, вот мы должны за него биться, это вот появляется лидер, вот он знает, куда везти, люди сплачиваются вокруг него, это хорошо. Вот, но не все были так, как Иван Ильин, другие полагали просто с кем угодно, знаете, хоть с чертов, хоть с бесов, но против большевиков, да, то есть там, это такие подобные страны были у Мережковского, вот. С Мережковским была интересная история, когда ему, это мне рассказывал, такой же покойный литературовед Олег Коростелев, Мережковский, Муссолини хотел заказать переиздание Данте Божественной Трагедии, вот, Божественной Комедии, вот, и Мережковскому нужно было там введение, комментарий, вот, ну, как бы у Муссолини была идея, что это великая итальянская литература, как бы, и вот русская миграция, она как бы, она правильная, как бы, она такая недемократическая, она как бы, то есть Российская империя, она такая очень недемократическая, это хорошо, как бы, Это с русским эмигрантом можно договорить. И вот это совершенно был договор между Муссолини и Мережковским, что типа, да, давай, парень, напиши это дело. Напоминающий примерно как сюжет Булгаковского «Мастера Маргариты». Понимаете, вот эти мастерка. Там, конечно, ни во что это не вылилось, но тем не менее. Мережковский тоже какое-то время поддерживал. Ходосевич поддерживал Муссолини. И Иван Ильин, и Гитлер готовы бы поддерживать это было. В 20-е, в 25-е, 26-е годы есть эмигрантская газета «Возрождение». Там была путаница, там есть было два Ильина таких, философа и богослова. Их иногда путали, но в целом у них общая была штука. Они оба выступали, то есть они оба анализировали национал-социализм, но делали это не так, как, например, делали евразийцы. Такие были группы евразийцы. Делали немножко иначе. Да, они готовы были обсуждать национал-социализм, муссолини и прочее, но делали это весьма, старались как-то без оценок это все делать. То есть у них даже был специальный корреспондент, который им поставлял все эти документы, они что-то анализировали. А вот Иван Ильин и Владимир Ильин это писали прямо нормально. То есть, типа, Гитлер, ты здесь это делаешь правильно, здесь ты делаешь неправильно. Лучше ориентируйся на муссолини. Какие-то советы нам выдавали. Вот если все будет правильно, все будет очень здорово. И хорошо бы все это, значит, все вместе, вот это торжество как бы национального, националистического какого-то сознания, оно в Европе уничтожит демократию, и это как-то потом повлияет на большевиков. А дальше возникает очень важный момент. Это вот СССР и Германия уже, да, вот времен уже, когда Гитлер приходит к власти, вот что происходит далее. И это становится очень странная история. Потому что Иван Ильин, с одной стороны, поддерживал Гитлера, но в своей работе «Враг моего врага» полагал, что поддерживать Германию в этом случае нельзя ни в коем случае. И потом в итоге он удрал Швейцарию и там сидел. Спасибо, дед, за нейтралитет. Это когда война началась, да? Да, когда началась война. С Владимиром Ильином хуже, потому что он был в Париже, Франция оккупирована, и дальше происходит очень странная штука. В 1942 году он уезжает в Берлин работать в библиотеке, официальная версия. Что за библиотека, куда ты поехал в 1942 году кататься, какие-то научные исследования, что-то такое было, совершенно неясно. И там совершенно какая-то была непонятная история, потому что, короче говоря, сперва Владимир Ильичу понравилась гестапо, местное отделение, которое было во Франции. Вот, прислушивая, что у него была, жена у него была еврейкой. Что-то совсем было очень плохо, очень странная вещь. Потом его командируют, собственно говоря, он уезжает как-то в Берлин туда. Официальная версия, что он работает в библиотеке. Там он, как он, собственно, ему очень не понравилось в Берлине, в нацистском, там, то есть гестапо везде сферепствует, возвращается назад, вот, поэтому там какой-то вот такой профашизм такой очевидный, какой-то коллаборационизм очевидный был. Иван Ильин же делает вообще не странную вещь. Вот война закончилась. В 1948 году, по-моему, да, он пишет работу про национал-социализм и говорит, положительные и отрицательные стороны. Кто додумался вообще писать положительные и отрицательные стороны в первые годы после Второй мировой войны? А Иван Ильину был совершенно плевать. Он думал, как бы, я вот сейчас буду вам говорить. Но это мы говорим про интеллектуалов, да, это те, которые мог там поддержать, не поддержать, ладно. Но вот когда часть военных стала поддерживать, это действительно было так. Врангель, конечно, нет, Деникин нет. Но Краснов, к примеру, Краснов, да, Краснов действительно был. Краснова даже выдали вместе с его частями, значит, большевикам. И потом было и дело, и суд, и казни. Все это было. Вообще казаки на службе в Вербахте, это известная какая штука. То есть казачьи корпуса не знали, чем они будут заниматься. Они полагали, что им нужно как-то выживать. И думали, что с помощью, действительно, с помощью Гитлера и Муссолини они выбьют эту, значит, красных этих бесов из территории России. Это они снова восстановят свою государственность. И сейчас вот эта тема среди исследователей русских мигрантов, она очень болезненная, потому что непонятно, как к этому относиться. Понимаете, то есть мы, даже я бы так сказал, среди исследователей русской миграции, мы обычно там вот в случае вот в мае, там, да, у нас была, ну, сейчас скажу, это был 15-й год, мы проводили конференцию в доме русской зарубежья именно русская миграция против фашизма. Потому что если бы мы бы сделали русская миграция и Вторая мировая война, все оказалось бы гораздо неоднозначно. Потому что выяснилось, что часть были, действительно были антифашисты. Это реально так. Это не то, что просто там Бердеев говорит, я против фашизма. Там реально была история, к Бердееву пришли эти самые сотрудники гестапо. Вот. И, ну, как бы по легенде, что-то такое выдали мы документ, чтобы особо его не трогали. Но там где-то, что к философам, ну, как Бердеев шутил, что в немцах проснула, знаете, это любовь к философии. Ну, то есть они типа философы, а, ну да, у нас же Гегель, у нас же, понимаем, да, конечно. Вот. Были антифашисты, действительно, особенно молодая часть молодых литературных критиков, так называемое незамеченное поколение. Владимир Варшавский так обозначил вот литературных критиков, писателей, которые к туда относились. Они стали основой французского сопротивления. Вообще французское сопротивление, казалось бы, что это французы такие, прямо говорят, вот мы сейчас будем наваляем этим немцам партизанскую войну. Сам термин придумали вообще русские мигранты. Вот такой Вейдли был по фамилии, он придумал Ля Резистенция, вот это, собственно говоря, придумывает. И вообще французское сопротивление оказывается, в основе ее оказываются многие русские мигранты. Французцы к этому просто присоединяются как раз. Вот неожиданно такая вот штука возникает. Так что одни воевали на стороне французского сопротивления, другие на службе у вермахта. Вот. А до этого, еще в 30-е годы в Испании, когда была гражданская война, то там еще русские воевали тоже по обе стороны баррикады. Одни из-за франка, другие из-за республиканцев. В меньшей степени, конечно, то есть не сказать, что там такая поляризация, как во время Второй мировой войны, но тоже она была. Вот. И, конечно же, это очень сложно это все как-то описывать. И когда начинается Вторая мировая война, начинается и так называемая Вторая... Точнее, Вторая мировая война, это вторая волна еще русской миграции, связанная с DP, да, как бы... Deplace persons, да, как бы это перемещенные лица. Да, вот этот термин, который... И его осмысление, которое лежит потом в основе понятия беженец. Да, то есть вот что это такое? Оккупированная территория, да, находится под властью, допустим, ну вот, значит, немцев. Наступает советская армия. У вас выбор. Уйти с немцами, а можно было уйти с немцами, кстати говоря. Можно было. Потому что все-таки вермахт и СС разные вещи. Вермахт в целом был как бы, ну ладно, хорошо идите вместе с нами. Можно было остаться, дождаться русских, советских, ну большевиков. Дождайтесь, ну, Красную армию, а дальше неизвестно, что будет. Неизвестно, как вы себя вели на оккупированной территории. Может, даже хорошо себя вели, а будет... 37-й год-то был уже, между прочим, уже доносы уже были. Неизвестно, как повернется ваша судьба. Поэтому вот эти вот... Наступает вторая волна, которая там насчитывается где-то 300-400 тысяч человек, которые вот так вот мигрировали, пока вот шла война. Это и концлагеря, собственно говоря, вот с этим всем тоже связано. То есть некоторые из концлагерей потом полагали, что... То есть, опять же, кто концлагеря освобождает? Союзнические. То есть одни освобождали союзники, а другие освобождали там Красную армию. Если союзники освобождали, то для русского человека, который весь этот ад пережил, для него это возможность начать новую жизнь. И так некоторые делали. Уезжали в Канаду, в Соединенные Штаты, там подделали документы. И здесь я в качестве, чтобы так немножко пояснить, насколько это все было запутано, был такой человек по имени Геннадий Хомяков. У меня есть один книгоиздатель. У меня коллега занимался этим странной ситуацией, просто показывая, что вот эту вторую волну миграции очень сложно распутать. Дело в том, что вот этот Геннадий Хомяков такой, который говорил, что вот, я таком-то года рождения, вырос там-то, там-то, в консульверах было там-то, там-то, каким-то образом перебрался сюда. И у меня коллега Павла Требутского начал все это проверять. То есть, типа, Нижний Новгород, там, значит, закончил какую-то академию, школу и прочее, должен сохраниться документ. А там ничего не сохранил, даже близко ничего нет. Вообще. То есть, грубо говоря, люди, условно говоря, называли себя, типа, я Геннадий Хомяков. Кем они являлись на самом деле, вообще непонятно. Это люди просто заново переписывали свое имя, фамилию, отчество. И потом никому просто не сообщали. В немецких документах-то их не было, они же когда попадали в плен-то. Во-первых, смотрите, а тут в дальнейшем, в принципе, это как-то это можно распутать. Но вот, допустим, на русских источниках сейчас не получится сделать, потому что там, оказывается, что все, что связано с Россией, все это липо. С немецкими источниками это нужно, опять же, получить разрешение у немцев на вот эти все источники. Опять же, часть документов, она не сохранилась, уничтожалась. То есть, это не значит, что вообще просто нельзя, это impossible совершенно невозможно. Но очень трудно. Потому что, понимаете, время проходит, а человек уже начал новую жизнь под новым именем, и все его знают под новым именем. И все воспроизводят его автобиографию. Жил-то там-то, значит, обучался там-то, в таком-то году был здесь. Огромное количество современников, друзей, знакомых, которые это распространяют. Фейковые воспоминания тоже, кстати, нормальная штука, дело. Ну, кстати, вообще интересная вещь, это некоторые говорят о воспоминаниях. Например, вот как в случае с Владимиром Ильиным, который говорит, я уехал в библиотеку в 42-м году, занимался там, значит, научной деятельностью. Говорят, ну, это же дневник, он же не мог врать. Ага, конечно. То есть, ну, мы понимаем, что люди даже в дневнике себе врут. Бессознательно. В те годы это тем более происходит. Воспоминания – это еще более плохой источник. Потому что воспоминания пишутся в отличие от дневника, который предполагает, что вы прям пишете каждый день, грубо говоря, такая Анна Франк, значит, типа того. Воспоминания вообще ретроспективны. Вы там сзади число вспоминать, а что было там, поэтому там еще легче себе придумать всю эту историю. Поэтому с вот этой второй волной очень сложно что-то там распутать. Но пока мы, дом русского зарубежья, мы очень неплохо так сидим в этой первой волне. Казалось бы, столько было исследований. Вообще в 90-е годы, когда все издавал, сказал, что типа, о, думаю, сейчас все там будет ясно, все будет понятно. Сперва была вообще эйфория. В 90-е годы казалось, что там издает Бунина, Набоков, Мережковский, думает, ух ты, вот это другая литература, не советская. То есть была как бы русская литература в СССР и русская литература, то самое русское зарубежье. И казалось, что неужели там каждый второй, Набоков, Бунин, там прочь. А дальше выясняется, что нет. Бунин, Набоков, это в большей степени исключение. Мережковский исключение. Варшавский, который один из лидеров, собственно говоря, французского сопротивления, как бы его там, не знаю, у нас не исследований любили, все равно это близко по мировому уровню, значение все равно здесь близко совершенно не стоит с этим. С социологами будет тоже история. Понимаете, у нас там Петерима Сорокина, к примеру, очень любит позиционировать, смотрит, социологическая школа и так далее. Но на Западе Сорокин не является просто одним из социологов или что здесь такого. Вот, и это вторая волна. А третья волна начинается когда? Да, третья волна связана уже там между второй и третьей очень серьезный промежуток, потому что после Второй мировой войны начинаются очередные сталинские чистки все равно. Хотя сейчас есть люди, которые говорят, да не было никаких сталинских чисток, потому что ГУЛАГа не было, 30-го года ничего не было, все это выдумали, все было, нормально все было, все при Сталине. Так вот, все-таки начинаются сталинские чистки, и только после 20-го съезда ЦК КПСС можем говорить о третьей какой-то волне. Она такая, в отличие от второй и первой, она какой была? Она была, как ни странно, была легальной. То есть вас отпускали из СССР, ну нормально, готовили, как там уезжают у нас, ну такие громкие какие-то имена. Солженицын, Бродский, подпокойный Эдуард Лимонов, к примеру. Вот, то есть писатель Аксенов. То есть она не такая массовая, как вторая, первая. Она была легальной, вот так это действительно происходило в то время. Ну, то есть они как бы лишали гражданства и высылали, это не то, чтобы эмиграция. Это первое время просто высылка, да? Да, да, это вот так происходило, хотя в случае, допустим, воспоминания Эдуарда Лимонова, то там выглядело именно, что, типа, появишься тут еще раз, вот, напоминало именно как первую. И, кстати говоря, было еще и эмиграции, тоже лишали гражданства, лица, которые эмигрировали, так сказать, к родственникам, да? Да, да, ну какие-то основания. К армянам, так сказать, куда-нибудь во Францию, либо евреи, вот, якобы в Израиль. А дальше там это уже другое дело, куда они там, где этот Израиль находится, это уже там другое дело. И вот, собственно, вот это происходит, да, вот это третье. Ну, а дальше, в принципе, все понятно, потому что как только начинается перестройка, которая плавно переходит в 90-м годах, там уже происходит четвертая волна, которую пока мы даже особо ее не трогали, не исследовали, потому что, честно говоря, надо бы с другими сейчас еще пока разобраться. Причем каждый раз эти волны, они чем-то отличаются. То есть нулевая волна, да, связана с тем, что это внутренние проблемы Российской империи, политическая миграция, еврейские погромы, ну, то есть проблема самой Российской империи. Первая волна связана с революцией, с гражданской войной. Вторая волна связана с Второй мировой войной, это вот Deplace Persons, что называется, то есть это вот во время самой же войны это происходит. Третья волна связана с как бы оттепелью некоторой, да, когда вот все, что вы как раз сказали. А четвертая волна просто чем? С другой катастрофой, это, ну как, для кого-то катастрофа, для кого-то, наоборот, как бы эпоха свободы, развал или, не знаю, уничтожение, как угодно, короче, исчезновение с картера СССР. Вот это уже как раз четвертая волна, которая, и вот, разумеется, там, если в первую, я бы так сказал, в нулевую волну, в первую волну, во вторую волну, у нас нет феномена колбасной миграции, как таковой, да, вот эти вот, там, конец девятнадцатого века, гражданская война, вторая мировая война, то вот четвертая там уже вовсю появилась, ну, хотя в третьей тоже уже было, но сложнее, а в четвертой появляется колбасная миграция, действительно, да, и тут как-то, ну, с осуждением к этому относиться как-то сложно, ну, то есть, типа, люди пытаются лучше жить, просто колбасная миграция чего-нибудь есть особенного, но это мое личное мнение, есть вариант трудовой миграции, когда, допустим, у вас нет просто работы, здесь просто нет работы, а там вам говорят, она есть, как бы, получается, вы едете, это как и было в девятнадцатом веке, кстати говоря, там так же для некоторых, есть вариант научно-творческой миграции, то есть, тут вы не можете заниматься исследованиями, или как балет, к примеру, да, как бы, там, да, пожалуйста, там, или музыканты, да, уезжают, вот, собственно говоря, трудовая, там, научная, может быть, даже политическая, я не знаю, хотя в девятнадцатые годы это в меньшей степени было, а колбасная миграция связана с тем, что вы, это не связано каким-то трудовым фактором, вы просто уезжаете, потому что вы, American boy, уеду с тобой, вот эта вся история Москва, там, прощай, вот эта вся, то есть, просто желают, что на Западе лучше, здесь плохо, но действительно плохо, ну, как бы, просто, в смысле, с экономической точки зрения, действительно плохо было, объективно так, поэтому тут появляется действительно феномен колбасной миграции, который, там, наверное, там действительно нужно будет как-то заново пойти, есть, конечно, там какая-то новая причуда, типа, говорит, а сейчас еще начинается пятая волна, типа, это утечка мозгов, вот, хотя, это, по-моему, уже такие придумки, утечка мозгов нормальная была, сами знаете, в 80-е-90-е, утечка мозгов еще какая была, это, там, непонятно вообще, люди, которые здесь оставились, просто, скажем, памятник вам просто, знаете, каким-то образом, кто там бился за научные институты, то есть, в целом, вообще же, ну, знаете, к людям, к ученым, которые пытались здесь оставить какие-то, я не знаю, астрономические, астрофизические обсерватории, к примеру, лаборатории, да, там, например, история была с астрономическим институтом имени Штенберга, они продавали свои исследования за, ну, астрофизические наблюдения и прочее, там, за десятилетия американцам, которые потом получили, грубо говоря, по 100 баксов, значит, и потом они выпустили программу Redshift, по-моему, серия, так как бы, так сказать, своеобразных, ну, вы вставляете диск, запускается программа, а дальше вы можете, любую точку на планете просто берете, и вам показывается, что в любой год, время суток, что на ней располагается, можно посмотреть звезды где-то, как они высчитаны, и вот эти огромные наблюдения, которые были, они продавались совершенно по дешевке, вот, делалось это для того, чтобы хоть как-то ученые могли здесь быть, поэтому те, кто каким-то образом пытался за науку, как бы, они понимают, что на дне, как бы, ну, на этом дне кто-то пытался еще что-то делать, конечно, это вот, это уникальная вещь, и, по-моему, там какую-то, не знаю, здесь какую-то памятную доску какую-то сделать, потому что, как бы, там, вместо того, чтобы заниматься, там, торговлей, когда, ну, есть же там штука, типа, 90-х годов, да там деньги везде были, там все надо заниматься торговлей, зачем вы занимаетесь этими исследованиями, ты идиот, что высшее образование, мы вообще на работу не возьмем, чем выше уровень этого образования, тем хуже, как бы, вот, это все такая вот, если угодно, такая краткая история русской миграции, да, вот, я бы так сказал. Ну, вот, между прочим, колбасная миграция, это она исторически была самым обычным делом, вот, как появлялись эмигранты в Америке, были религиозные диссиденты, а были люди, которые ехали за лучшей долей, вот, да, США, конечно, конечно, да, разумеется. В голодающие, понимаешь, Ирландии, например, едут, да, ну, где-то там, небогато живут в Италии, из Германии, ну, вот, они едут там, значит, лучше им будет жить. Да, ну, были ситуации вообще, когда из Германии в Австралию люди уезжали, это вообще жуть какая-то, да, то есть там вообще в Австралию отправили в большей степени, известно, что, да, Австралия такая как бы страна преступников в прошлом, ну, просто как бы такая отдельная территория, куда очень много ссылали, в Великобритании ссылала туда своих преступников, но некоторый там трудовая сектор была даже из Германии, а если, а русская миграция, она вот, да, вообще из России мигрировать, на самом деле было не так-то просто, как бы из Европы проще куда-то в какие-то, либо, ну, то есть из одной европейской страны в другую проще, чем из России вообще на самом деле куда-либо, там, да, даже в случае с Китаем это сложно, потому что, ну, как, то есть мы как бы географически, геополитически, не знаю, как находимся вот в той части, значит, земного шара, откуда очень сложно как-то перебраться. Можно там, типа, да, через Аляску как-то, вот там в США туда-то попасть, но для этого, да, сперва до Дальнего Востока нужно еще добраться, вот, даже если вы там где-нибудь в Восточной Сибири живете, все равно это сложно. Поэтому, конечно, и вот этот феномен миграции, смотрите, у нас множество из проблемных зон. Это связано, во-первых, кто такой русский мигрант, до сих пор мы не знаем, то есть, например, человек жил, ну, то есть прям уехал, думал, не вернется, а он взял и вернулся, как солженица. Ну, для нас солженица мигрант, ну, как бы, да, но там в какое-то время казалось, что мигранты, это те, кто прям вот, все, человек умер там, как бы, где-то там в кладбище, где-то там, я не знаю, во Франции, в Бельгии, или еще где-то. Живье в Дебуа. Да, 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 вот эта вся история. А некоторые вот возвращаются, поэтому сейчас, да, опять же, кто такой русский мигрант, кто это, то есть, типа, это тот, кто считает себя русскими, ну, это отдельная, ладно, еще отдельная проблема, тоже там есть люди, специалисты лучше, чем я в этом, разбирающийся в этом вопросе, но какое-то, наверное, негласное какое-то соглашение, русские мигранты кто? Это носители какого-то, скажем так, назовем это русский опыт, связанный с тем, что есть территория, есть некая русская культура, к которой люди имеют какое-то отношение, они, наверное, даже разговаривают на русском языке, читали, и вообще, как бы, вот они, какие-то невербальные, какую-то коммуникацию, в том числе, тоже какие-то привычки, традиции, в себя это впитали, и даже если потом в эмиграции они, к примеру, даже начинают плохо говорить по-русски, а так действительно было, там многие забывали все это дело, тем не менее, все равно мы готовы рассматривать их в качестве мигрантов, потому что все равно этот русский опыт, он все равно оставался. С детьми русских мигрантов, конечно, посложнее, потому что там даже не спасали так называемые воскресно-четверговые школы, это школы по четвергам и воскресеньям были, например, во Франции, для детей русских мигрантов, для чего это было сделано, поскольку выяснилось, что дети, несмотря на то, что его слышат в квартал какой-нибудь среди русских, у них сразу появляется французский акцент очень быстро. То есть это прям моментально совершенно. Вот для того, чтобы этот французский акцент немножко его хоть убрать, чтобы хотя бы по-русски дети говорили без акцента, были попытки сделать воскресную четверговую школу. Они были, но они не исправляли ситуацию. То есть русская диаспора, окруженная со всех сторон другой совершенно культурой, казалось бы, вроде даже если она дружелюбна по отношению к этой диаспоре, это все равно в конце концов приводит к какой-то ассимиляции. Это не означает, что сейчас русских диаспор нет. Они есть, конечно. Дом русского зарубежья, он с Лавров к нам периодически приезжает, то есть министры иностранные, значит, делал. Почему? Потому что там Дом русского зарубежья отчасти курирует эти отношения с отечественниками. Люди, которые там ныне живут, русские мигранты, они даже занимаются какой-то культурной деятельностью, связанной с русскими диаспорами, издают собственные журналы. И с ними как-то что-то надо делать. Особенно у некоторых еще и двойное гражданство, понимаете? Есть у которых еще русское гражданство, и они где-нибудь еще одновременно, у них еще американское, либо бельгийское, еще какое-то. То есть просто сказать, что они вообще к нам не имеют никакого отношения, мы не можем. То есть это определенный родный ресурс. Диаспоры пытаются все равно выйти на контакт с Россией все время. Возвращаться они не хотят, но участвовать в истории, в судьбе России все равно хотят и в целом могут даже. Поэтому я говорю, возвращаясь к вопросу. Дом русской зарубежицы, когда у вас была такая штука, на Таганке располагается, вот это целое здание, вот этот музей, сотрудников вроде бы достаточно мало, потому что непонятно, как вот эту штуку. Это, кстати, вполне имеет даже практическое значение. То есть кто такие русские мигранты, что с ними делать, какие с ними выстраивать отношения. То есть это там работа пруди, на самом деле. Как померить, между прочим, вот долгое время анализировалось, какая русская миграция, когда мы говорим, русский мигрант, кто это? Это обычно либо генерал, который водит во Франции такси, такой вот такой образ, да, либо это какая-нибудь, не знаю, там балерина, но она теперь звезда Кабаре где-нибудь в Чикаго, либо, в лучшем случае, либо какой-нибудь, я не знаю, там великий ученый, но сейчас он разнорабочий оказался, но это все, так называемое, там военное, либо интеллигенция, вот, а вот с трудовой миграции у нас пока исследований мало. То есть те, кто вот оказался там, понимаете, простой работяга, вот их много было, которые, кстати, занимались рабочей культурой. Вот это интересная штука, они занимались, знаете, как народная культура есть, вот народная культура, но в среде русской диаспоры. Вот, это вот пока, нами пока до конца не исследовано совершенно феномен, когда там рабочие на американских заводах там занимались, придумывали сказки, значит, вот, там были, да, там был, как такой был по фамилии Заяц, ну-ка, псевдоним был у него, значит, как мужики остались без начальства, там, значит, сказка за что-то там 5 центов можно было купить. Вот, это, понимаете, отдельный пласт такой культуры, люди как-то что-то придумывали, занимались этой скульптурой, кстати говоря, но поскольку рабочие профессии, да, там, в мете делал с материалом непосредственно, разумеется, как бы, тяга к искусству тоже была, тоже этот сегмент пока еще плохо исследован. То есть, на самом деле, с коллаборационизмом, про которого мы сегодня с вами, да, поговорили, вообще там просто там черт ногу сломит, потому что там есть люди, которые включают адвокатскую риторику, да вы что, они являются предателями Родины, они просто ненавидели большевиков, вот так, да, можно так повернуть, да. Другие говорят, вы что, конечно, они являются предателями Родины, потому что Россия, это же СССР, вот, поэтому вы против СССР, значит, вы против России. И тут вот начинаются вот бесконечно эти вопросы. Родины, значит, русофоб. Да, 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 вот какие-то такие вот штуки, такие бинарные оппозиции совершенно возникают, потому что что такое Россия совершенно неправильно, тоже, кстати, русская миграция, это вопрос о том, что такое Россия, на самом деле, многократная история русской миграции, да, причем-то Россия прекрасна, из которой все время, которая либо, значит, одних она выставляла за пределы, других почему-то не давала им выезжать по каким-то причинам, некоторые от нее вообще бежали просто совершенно, вот, феномен русофобии есть равно, как бы, хоть там и говорят, что, допустим, что до каждой есть там фобия, не знаю, там, в отношении поляков, там, и так далее, там, но все-таки есть некоторая, как бы, политическая фобия в отношении определенной роды, там, юдофобии, это понятно, да, там, может быть, но русофобия тоже существует вполне себе, русский диаспора тоже такой феномен, через который тоже русская история по-своему осмысляется, и в какой-то степени, в степени современности, наверное, тоже, вот, то есть сейчас, ну, огромная, конечно, молодых людей, где-то там думают, что как бы мне, там, здесь, то есть там, бывает иногда такие высказки, типа, я не хочу хотеть уехать отсюда, то есть как бы все время вот такая вещь, я не хочу хотеть уехать, вот, это с чем связано, то, что есть в голове этот паттерн, какая-то структура, отвечающая за то, что из России можно уехать, и уезжали, и есть у этого огромная история, да, и у этой истории там есть свои положительные и отрицательные стороны, есть свои сказки определенные, да, там, типа, может быть, в случае с США, понедельник, что это сочетается с американской мечтой, да, типа, я приехал, у меня был один доллар, я потом его вложил и там, значит, стал богатым и так далее, но у нас, да, и, кстати, были еще отдельные споры, типа, кому лучше повезло. Советская пропаганда делала следующее, что все эти, вот, значит, богатые помещики, эксплуататоры свалили из России, сейчас у нас будет нормальное пролетарское государство, а там они живут припеваючи, вот эти, значит, карикатуры начинаются там, да, на самом деле, ну, непонятно, понимаете, люди, которые остались в России, их ждал советский террор, понимаете, в 30-е годы, особенно в 37-м году. Некоторые, кстати говоря, да, была история уже в 20-е годы, в конце 20-х годов, начале 30-х годов, некоторые возвращались назад, ну, это было, это среди писателей тут и как бы, это было, среди, даже среди участников Махновского движения было, вот, значит, Лев Задов, он возвращал, вернулся назад, и Петр Аршинов тоже, сделали даже военную карьеру неплохую, то есть там есть фотографии уже с советскими, эти погоны, то есть бывшие участники Махновского движения. В 37-м году расстреляли. Да, именно, я к тому же, я к тому же, возвращаетесь назад, а потом 37-й год и все, и поэтому непонятно, что это. Репатрианство, следующая, кстати, волна начнется после Второй мировой войны, там Бердяев, например, будет один из таких вот ярых, типа, давать, то есть просто часть русских мигрантов, которые очень ненавидели фашизм, в любых видях, Муссолини или Гитлер, они просто, им казалось, что это просто невозможно победить, а тут выясняется, что там вот Сталин, грубо говоря, Сталин победил, и, как вы знаете, Сталин очень хорошо смог использовать ресурс победы активно, то есть как бы мы являемся реальным антифашизмом, то есть как бы это мы победили Гитлера и так далее, и вот Бердяев вообще в таком прекрасном настроении, он там за Сталина просто поднимал те самые тосты произносил, и говорит, надо возвращаться назад, все, страна, которая победила фашизм, это совершенно другая страна, это уже все, это точно, нужно возвращаться. Нет, конечно, это не сделал, потому что там какая-то станка, к нему пришли даже из посольства люди, которые говорят, да, давайте возвращаться, а понятно, почему к нему пришли, потому что влиятельные люди русской миграции могли повлиять на диаспору, то есть, грубо говоря, один скажет, ребят, давайте возвращаться, я вот у тебя здесь уезжать, может, со мной кто? И все говорят, да, да, я с вами. Это понятно, что нужно было давить на ключевые фигуры, но нет, не вернулся, потому что что-то показалось, что в этом есть какое-то двойное дно, что, скорее всего, это возвращение, оно к чему-то, может, приведет к чему-то там совершенно другому, вот, поэтому нет, то есть, некоторые возвращались, некоторые нет. Вообще, на самом деле, когда, да, тоже, представим, что русская миграция ненавидела СССР, нет. Там часть евразийцев, которые вот разработали эту там идею, что тут Россия, на самом деле, не Европа, это там вот территория, где вот Монголия вот к ней прилегает, это вот отдельные какие-то там. Они с СССР, на самом деле, они прям очень активно следили за успехами СССР, то есть, на самом деле, евразийцы, будучи русскими иммигрантами, разрабатывающие очень странную концепцию, то есть смешивание геополитики с там философией и так далее, были очень просоветски настроены, очень многие иммигранты были просоветски настроены, да, некоторые даже ждали, когда им предложат вернуться, к примеру. Или, наоборот, ждали, когда в СССР, например, умрет Сталин. То есть, как будто умрет Сталин, тогда можно и вернуться, типа того. То есть, эта мысль все время была. То есть, нет такого, что все иммигранты сидели и ждали, я хочу там монархию вернуть, чтобы было как при Николае II. Да нет, там это можно посчитать. Вообще, монархию-то, в общем, вроде как даже Белое Движение не хотело ее восстанавливать, монархию. Да, это тоже такая выдумка, что там они себя остановили. Кстати говоря, создатель Белого Движения, Лавр Корнилов, как раз и арестовал-то царя именно его. Да, да, ну, там насчет прям, кто прям создатель Белого Движения, очень сложно, там Иван Ильин тоже был, кстати говоря, идиологом. Ну, понятно, но все-таки так вот, Ледяной Павел Корнилов, это как-то так прежилось в историю. Например, в случае с Иваном Ильиным, почему возрождение 25-26-х годов он писал там про Гитлера. Иван Ильин полагал, что нужны какие-то союзники белым мигрантам. Ну, то есть, например, в эпоху Гражданской войны анархисты союз с большевиками обозначали, Махно сотрудничал, или СССР на приемных этапах. То есть, как бы практика, когда мы пересекаются интересы, то есть, незначительно, что мы полностью разделяем взгляды, ну, как бы пересекаются интересы, нужно воспользоваться этим ресурсом. И Иван Ильин думал, что да, как бы вот как раз-таки он полагал, что там издал журнал «Русский колокол», вот, где там, собственно, печатался, где, в общем-то, продвигались идеи, что можно действительно, почему нет. То есть, белая миграция сама по себе против СССР, она ничего не сможет сделать. То есть, нужно к кому-то присоединяться, и кому-то к демократической Европе, или вот, собственно говоря, к новой вот этой вот Европе в виде там Уссалини и Гитлера. Вот, поэтому здесь такая вот странная история, конечно. У меня есть два вопроса и одно недоумение. Значит, вопрос. Значит, вот как вообще вот ныне действующая эмиграция, которая имеет двойное гражданство, как она голосует обычно за рубежом? Там же голосование проходит. Ну, как? Я знаю, что вот американские, значит, русские, русские американцы, да, они, значит, там у себя в Америке поддерживают, значит, республиканскую партию. В частности, они все были в восторге вот этого Трампа. А здесь они очень даже всем за, значит, Путина. Вот такие, пропутинские. Ну, многие, да. Такая у них концепция, да? Да. И, тем не менее, одновременно они, значит, отмечаются во всяких, значит, акциях, которые сейчас у них стали массовыми среди эмигрантов, акции, вот, значит, в поддержку Навального. Ну, это вот такая вот у них... Ой, я, честно говоря, вот здесь мне как-то... Вы вызывали за Путина, а акцию провели за Навального. Как-то так это... Ну, это меня прям даже сложно это как-то комментировать, потому что, на самом деле, русская эмиграция там... Что ж, голосование-то тайное, а вот акция-то она публичная. Не, акция, конечно, публичная там, да. Не отметишься так, потом в FBI скажут, а что это ты? Я могу сказать так, знаете, это очень неоднородная штука. Я вот что могу точно сказать? То, что за большей частью русских эмигрантов, если говорить про Соединенные Штаты, за республиканцев, конечно, да. Да, есть такое. Я общее, так скажу, положение, русские диаспоры, есть такое свойство, по-моему, журналы, которые прям попадались, и мои знакомые, которые там живут, в частности, Бельгии. Там, знаете, как сочетается, какая история? С одной стороны, это не любовь к европейской толерантности, и вообще к той стране, в которой они живут, они не любят ее существующую политику и общеевропейскую какую-то повестку. Но в России тоже ее еще любят. То есть, на самом деле, они там не любят вообще одновременно все. Дальше возникает вопрос, а как они, соответственно, не любят? Исходя из того, что вот эта политкорректность русских эмигрантов, конечно, большей частью она им, разумеется, не нравится совершенно. Поэтому, если в Америке поддержка республиканцев, у нас вот здесь вот сложнее. Вот здесь сложнее, потому что есть часть мигрантов все-таки поддерживает. Я сейчас, опять же, да, это я сейчас уже говорю, как бы мое не связано, что это с Домом русского зарубежья вообще никак. Мы этим вообще не касаемся. Сейчас внеакадемическая такая, да, этап. Так вот, часть поддерживают оппозицию и вообще, особенно в Лондоне, часть миграции, особенно богатые. У меня есть знакомые, ну, как бы сказать, знакомые, которые связаны, короче, бывший такой совладелец Евросети. У нас такая была раньше Евросеть. Там был хозяином Чичваркин вроде бы. Ну, там был холдинг, но они активно спонсируют и готовы. По крайней мере, я не знаю, по какой информационной помощи. Я как бы не то, что там лезут, сколько денег было переведено, но какая-то информационная поддержка там оппозиции, именно либеральной части была. Да, другая часть мигрантов выступает на стороне текущей власти. Там тоже неоднородно. Я могу сказать, что точно, вот что не нравится с двух сторон, что объединяет как бы тех, кто за политическую оппозицию ныне и тех, кто за текущую власть, это нелюбовки европейской толерантности. Вот это у них общее совершенно. Это вот у них, наверное, я не знаю, просто люди, которые это любят, они сразу же максимально интегрируются в европейское пространство, не имеют ничего общего с русской диаспорой, вообще ничего, и вообще плевать, что там в России происходит. Они там, их интересуют, я не знаю, во Франции, что там сказал Макром, как бы они вообще ничего не хотят. А то, что там двойное гражданство, да, есть. Но, кстати говоря, с этим двойным гражданством, некоторые просто думают, да ладно, пусть оно и будет, ничего страшного. А вось пригодится, опять же. У некоторых еще родственники здесь, чисто прагматически говоря. То есть на Россию мне плевать, но родственники тут есть, как бы мне там, я не знаю, какие-нибудь там, особенно там старшего, какого-нибудь волка, нужно какие-то деньги переводить, приезжать, там как-то за ними ухаживать, еще что-то. Это такая там частая совершенно история. Вот, поэтому по поводу вот русской миграции, то есть я могу точно сказать, что русская миграция сейчас, да, это, конечно, не нулевая миграция в 1880-1890-е годы. Как бы, конечно, это там даже близко к этому не стоит. То есть это сейчас, это вот то, как вы говорили про колбасную, в большей степени это колбасная миграция. То есть это как бы люди, которые там, понимаешь, что дело, политический абсентизм, как бы наплевательское отношение к политике, его последние 10 лет стало меньше. Но, понимаете, по уровню какого-то интереса и вовлеченность в какие-то события по сравнению там с концом 19 века, это даже рядом совершенно не стоит. Это не означает, что там русские мигранты, их там вообще, да нет, ну есть, конечно, вы что, там, конечно, там многие политические политзаключенные, кто там, нули, по крайней мере, кто их обозначают, да, они среди радикалов, особенно среди радикалов, они в Европе там сидят. Или часть авангардных художников, например. Ну, кстати, хорошая штука, Шемякин, к примеру, да, вот художник, да, вот такая вот штука, да, совершенно мигрант, но с Россией, почему нет, выступить где-то, что-то там, почему, да, почему можно, да. Он жив? Да, да, нет, он как бы жив, все, там даже какие-то были попытки как-то его сюда привезти, там, но просто у него сложное отношение к России, но это не значит, что он прям на ней прям точку поставил, нет, он как бы вообще-то как-то репрезентация определенная, как бы он хочет сделать. Потом это несколько арт-групп было, да, это, опять же, можно, арт-группа «Война» была в 2000, господи, какой-то же, в 2000-е, 2010-е, в Ротников. Вот, это, опять же, просто связано, просто поскольку с Волосовским факультетом МГУ было, да, вот он в Италии был, да, какое-то время, там, да, он с местными, там, итальянцами еще как-то, да, ну, опять же, он тоже поддержал Путина, там тоже был в Ротников. Была такая история, там многие возмущались, как же так, арт-группа «Война», которая здесь просто, значит, проводились эти акции, а один, наверное, из первых. Да, 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 вот эта вся история. А тут он неожиданно поддерживает, там, Путина, да, к примеру. Пусть и Райт, тоже русская иммиграция, ну, а что, вот Толоконникова тоже, значит, где у него там в США акции, какие-то там были клипы, она там снимает, вот все, тоже русская иммиграция, вот, а какая-то оппозиционная часть, ну, наверное, да, похоже она, наверное, на то... Ага, в поддержку чего теперь Толоконникова? Нет, а Толоконникову, как бы, ну, анти, ну, как бы, ну, как всегда, сам скорее не в поддержку чего-то, а против чего-то, понимаете? Против кого-то, ну, против. Да, потому что это общая проблема, это, понимаете, сейчас вот, там, да, даже если мы говорим про русскую иммиграцию, про русскую иммиграцию, на самом деле повестка с русской иммиграцией, она все равно, понимаешь, она связана, понимаете, связана, да, с тем, что происходит здесь. Какой-то, именно что против, а вот какой-то там вот, что, какая-то политическая программа, там, что-то... В конце 19 века это было полностью было развито, очень серьезно было, то есть это можно было, там, разные были проекты, что Россию нужно преобразовать в... И там разные были варианты, демократическая республика, социалистическая республика, или Россия, нужно ее раскачать, она станет, там, пожаром для мировой революции, там, к примеру, что-то там такое, да, или это будет, наоборот, будет такая федерация, там, ну, множество было проектов, сейчас этих дискуссий нету, просто нет сейчас совершенно, это, это, как бы, совершенно другое, совершенно другое время, вот. Да, ну, вот вы сказали, что современные иммиграции вы не занимаетесь? Современные, современные, вот, как сказать, я могу просто на каком-то своем, понимаете, наверное, уже не академическом уровне что-то такое говорить, по каким-то... То есть это вот касается вас или всего центра? Нет, весь центр занимает, ну, я бы так сказал, исследовательская часть связана с историей, с современностью мы связаны лишь постольку, поскольку есть наследники, владельцы интеллектуальных прав еще, кстати говоря, есть, там, там, я не знаю, ну, то есть это, и плюс связи с диаспорой, это уже по линии, ну, так сказать, вот то, что с Лавровым это связано, просто, ну, как бы... Вот я хотел спросить, что же Лавров-то к вам приезжает? Ну, как бы... Ну, а это, смотрите, нынешние эти диаспоры, ну, кого, чего, сколько, то есть официальные, как бы, диаспоры, которые издают журналы, они есть, как бы, опять же, русская эмиграция, это что, да, вот именно, вот, если говорить про, смотреть про соотечественников, все-таки, это люди, которые, будучи за рубежом, объединяются для издания, там, допустим, какой-нибудь газеты, или как они называют какую-то свою организацию, там, союз русских, условный союз русских эмигрантов, там, что-нибудь, Бельгии, там, или еще чего-то такого, вот, вот, собственно говоря, с ними, там, действительно, имеем отношение, да, то есть мы можем... Да, 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 но это очень важная вещь, конечно, потому что, да, это очень важная вещь, потому что проблема, например, с Буниным, огромная, огромная проблема, потому что авторские, вот, ну, как бы, публиковать, ну, сейчас ситуация изменится, ну, допустим, вот, там, несколько лет назад с Буниным, какая история была, были ли у Бунина дети, как бы, они, там, там, и жена Бунина оформила права интеллектуальные, там, кто она, там, понимаете, этот вот, значит, племянник, короче, там, на кривой козе, человек по фамилии Дэвис располагает, у него, как бы, интеллектуальные права, там, юридически, там, есть свои тонкости, на, вот, собственно, архивное наследие Бунина, поэтому... Ну, у нас же 70 лет, вроде как, вот, считается, авторские права, после смерти. А уж он умер, по-моему, в 50-х годах, наверное, уже прошло. Ну, вы говорите, скоро, скоро закончится, а вот до этого, понимаете, вот была история, с Бродским плохо, очень плохо, с Бродским, потому что Бродский помер, это, как будто, недавно, на самом деле. Ну, да, это 70 лет долго. С Бродским вообще, то есть, понимаете, и вот эти все моменты, которые, вот, я просто... А кто его наследники? Ой, я сейчас что-то не вспомню, у меня был телефон адвоката наследников Бунина, то есть, они вообще связаны только через адвоката, я сейчас уже фамилию не вспомню, там просто была история, мне нужно было узнать, значит, можно ли использовать какое-то видео с Бродским, который там читает, не выходи, значит, из комнаты, не совершай ошибку. Выходи из комнаты, не совершай ошибку. Да-да-да, и адвокат сразу говорит, что за видео читает сам Бродский, или кто-то вместо него читает цветное, черно-белое, сколько секунд, и там на калькуляторе высчитывает ценник определенный. Молодец. Да? Дорого? Да. Вот, поэтому... Пришлось отказаться и прочитать самому, да? Ну, в общем, мы отказались от этой истории, да, конечно. Там получилось, что... Там множество таких было проблем, то есть, понимаете, помимо вот там Навальный, не Навальный, у нас есть более практические ситуации, если говорить про вот этими первой, второй, третьей волна с культурным, допустим, наследием. То есть, нам бы с Бродским, например, нормально бы разобраться, или мы хотим, допустим, разобраться с Набоковым, а там тоже большая проблема, американцы его себе забирают, по сути, ну, любят и говорят, типа, о, это американские писатели русского происхождения. Все, что написал до этого, это такая ерунда какая-то, там совершенно неинтересно, поэтому они... Поэтому там... А, понятие, у Набокова, помимо всего, у него все-таки договоры были с издательствами, там все очень тоже неравномерно, у издательства тоже свои права, там тоже периодически нужно что-то такое отчислять. А, понятие Набокова-то меньше 70 прошло явно. Да, потом... Потому что он к столетию США был еще жив. Да. Только к 200-летию США он еще был жив. Да, поэтому там что-то можно публиковать, что-то нельзя публиковать. Понимаете, таких вот очень много находят. Это я еще не беру военную миграцию, потому что военных историков очень интересует все-таки... Понимаете, военная миграция, чем она интересна? Это дает нам ключ к пониманию, что происходило в гражданской войне. И там тоже свои проблемы, потому что кто-то... Как это происходит? Нужно найти человека, у которого есть какие-то телефоны, доступы к какому-то потомку, у которого, грубо говоря, этих документов валяется там в коробке, ему просто досталось, он даже не знает ценность всего этого, просто она лежит. И надо с ним каким-то образом договориться, объяснить ему, что это такое. И дальше, допустим, он говорит, хорошо, забирайте. Самый простой вариант, он говорит, я хочу вам в дар отдать. Пожалуйста, забирайте. А дальше важный момент, это как мы это будем перевозить сюда, потому что это нужно там, понимаете, нужно организовать это вот сюда, какой-то перевоз, вот это... Отдельная, кстати, проблема, это еще, ладно, еще с вот этим, а еще перезахоронение Ивана Ильина, с этим, господи, Ивана Ильина перезахоронение, там происходит ряд этих, ряд военных мигрантов перезахоронения тоже сложно. То есть задачи огромное количество, помимо того, за Навального, мы против, Навального, там огромные совершенно эти вещи. То есть как бы там огромные вот эти какие-то завещания русских мигрантов, они как бы предполагают, что мы как-то, раз уж мы этим занимаемся, мы как-то должны этими делами тоже заниматься. Вот. Поэтому наследие русских мигрантов нам дают просто ключик, понимая, что происходило в 20 веке. Причем разные воспоминания совершенно. Это и Горжанская война, и русская революция, и Вторая мировая война тоже. Вот эти вот беженцы, да, что происходило в этих концлагерях, как это происходило. Коллаборационизм был, не был, с Красновым, что там происходило. Вот эти воспоминания казаков вермахта, что это было на каких, как, 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 мы просто говорим, что откуда казаки были там на службе вермахта, как они были, как были юридически оформлены, как эти, как лагеря эти были, чем питались, откуда деньги взялись. То есть как это происходило вообще действие, координация действия войск вермахта с этими русскими казаками. То есть пока мы в этом увязли, вот, и с этим сидим. Вот, поэтому по поводу современности в основном да. То есть это вот эти все, это юридические моменты, это вот эти все, что связано с наследниками. Вот, и мы еще открываем какие-то новые имена бывают, которые оказываются там известны для этой самой Европы. Да, вот сейчас я буквально сейчас, в каком году у нас книжка-то сейчас выходила про, сейчас скажу, это был психолог Елена Антипова, которая в Южной Америке была. И вот, собственно говоря, в Бразилии у нее была собственная психологическая школа, вот, и в Бразилии есть фильмы документальные про нее. Знаем ли мы про нее? Недавно только там что-то перевели, понимаете. Вот, то есть вот такие вот ситуации, когда русские мигранты, которые наставили, типа, я из России, я говорю по-русски, я занимаюсь научной деятельностью, и только потом выясняю, и только сейчас мы выясняем, что они имеют какое-то отношение к нашей истории. Вот так происходило. То есть понятно, что это уровень ученых, это типа не Эйнштейн. Это понятно, если бы был уровень Эйнштейна, мы бы об этом, ясное дело, все бы узнали, да. Но, тем не менее, все равно там, грубо говоря, в стране, в которой этот ученый там или там или писатель и так далее, который смог как-то реализоваться, почему-то для этой страны он имеет ценность. Почему бы нам как бы не, не тоже прям заявить свои права, но все-таки лишний раз напомнить, что типа человек является, раз уж он наставил на том, что он из России, является носителем этого русского опыта, почему бы нам не подчеркнуть, что типа да, мы помним, знаем, что все-таки кто-то там, значит, кто по разным причинам. Кто-то когда-то от нас сумел туда убежать, да. Ну, либо убежать, либо, понимаете, там, либо, особенно со второй волной там как убежать, это просто хаос какой-то был, куда выкинул, туда и выкинул. И не вернуться, не вернуться. Ну, и не вернуться, соответственно. Хотя так очень активно их пытались возвращать, это было такое. Да, было дело, да, конечно, там, ну, просто, понимаете, возвращать в, опять же, когда, то есть вот активный был момент в начале 30-х годов и после Второй мировой войны. Вот это два дветки были вспышки репатрианства такого русского, то есть когда русские подвергались как бы воздействию советской пропаганды и типа, да, давайте мы вернемся, типа все будет нормально. И вот, да, это было, наверное, очень сильно. То есть, с одной стороны, это, понятное дело, что чем сильнее становились позиции у СССР, тем меньше финансировались русские диаспоры и возникало ощущение, что, может быть, большевики это не так уж и плохо. А тем более, что, знаете, там какие-то журнальчики попадают, смотрите, НЭП, да, новая экономическая, смотрите, у них джаз есть в СССР, надо же, прекрасная совершенно вещь. Тем более, там некоторые были все-таки симпатичны, какие-то социалистические идеи, то есть они думали, что, может быть, там большевики весь этот террор уже свернули уже, тем более, что там, особенно в 30-е годы некоторым казалось, что битва за тот, кто там самый важный, она уже закончилась. Хотя мы прекрасно знаем, что там дальше, опять же, типа Троцкого, да, выкинули. Опять же, кстати, вот отдельно есть некоторые вещи, которыми мы не занимаемся, но меня немножко они, как бы, я считаю, что нужно. Для Европы, если говорить про главных русских мигрантов, понимаете, там у них будет, да, у них будет, допустим, там Бунин-Набоков, но по большому счету для них главный русский мигрант, это Троцкий. Да. Это просто... Он же был долгое время первым лицом, фактически. Конечно. Ну, Ленин был знаменем, а знаменосцем-то был Троцкий. Да, и поэтому Троцкизм – мировое явление огромное, там просто мы в каждой стране найдем не просто Троцкистов, а какие-то объединения, которые друг с другом еще там будут выяснять отношения, кто Троцкого любит больше, кто лучше его понимает. Иди перманентной революции. И поэтому вот вплоть до когда там, 40-й год, то есть вплоть до, получается, до убийства Троцкого, там Троцкий был, он внес свою какую-то лепту в русскую миграцию, совершенно отличную от, так сказать, от каких-то там, значит, мифов, что русская миграция там типа – это обязательно такие, знаете, максимально монархисты, которые хотят назад вернуть Российскую империю. А там выясняется, что есть эсеры, анархисты, троцкисты, разные демократические силы, есть вот евразийцы, но сочувствующие СССР, то есть их вот огромное совершенно количество. Да, то есть понятное дело, что здесь как-то вот это пазл, как-то мозаику нужно складывать, как-то с ней нужно работать. Скорее всего, я, опять же, я не могу какие-то рецепты давать, но изучение все это все-таки даст некоторое понимание там все-таки, почему миграция в России происходила и, видимо, будет происходить, и можем предугадать, что может там спровоцировать, кроме, опять же, кроме истории там с колбасной миграцией, да, то есть там, вот. Поэтому есть просто чем еще много, чем еще работает. Конечно, в идеале можно было бы сказать, давайте сейчас первую волну бросим, вторую бросим, сейчас перекинемся на современность. На самом деле, это немножко поменяет некоторую исследовательскую оптику, то есть резко это проводить нельзя. По-хорошему, были бы новые, ну, это как всегда я сейчас скажу, любой скажет, но были бы новые финансовые влияния, мы бы там могли, действительно, отдельный еще центр бы основать изучение там именно вот непосредственно современной какой-нибудь, да, ситуации с этими диаспорами. То есть помимо того, чтобы просто поддерживать отношения с русскими соотечественниками, мы могли бы еще там больше бы каких-то, не знаю, социально-антропологических исследований бы выяснить, а как сейчас мигранты там себя живут, да, потому что, конечно, там многие могут сказать, что типа, да ладно, у меня там, я не знаю, знакомая вышла замуж там за какого-нибудь, не знаю, там итальянца или бельгипца, я все знаю про мигранты, на самом деле нет, там это совершенно разные миры, да, то есть я понимаю, что сейчас русская миграция, она немножко другая, и опять же, с учетом вот этой вот пандемии, тоже ситуация будет меняться, потому что в какой-то момент казалось, что все, миграция, это вообще само явление миграции, оно прошлый век, особенно там времена там Фрэнсиса Фукуяма, какой-нибудь конец истории, который Фрэнс Фукуяма показал, что весь мир будет либерально-демократический, везде будет Starbucks, McDonald's, Wi-Fi, интернет, весь мир станет примерно американским, везде будет Голливуд, все, как бы, смотрите, зона Шенген, да, зона Шенген, европейцы катаются по Европе, просто как хотят, так катаются, а в перспективе эти границы будут раздвигаться дальше и дальше, и границ толком не будет, будет такой какая-то мировая какая-то, ну, страны будут, но будут как какой-то, как этот Кант мечтал там о федеративном договоре планетарном. Раз, пандемия с ковидом, и все, граница, у нас тут даже проблема, граница с Белоруссией уже какая-то. Ну, это виртуально границы рухнули. Виртуально, знаете, пока... Потому что мы сидим у себя в заперти, вот здесь обычно, и во внешний мир мы, значит, через интернет выходим, заказываем там хлеба, молока, кефира, туалетной бумаги, вот, это нам приносят. А так я вот общаюсь в интернете, тут, пожалуйста, у меня есть собеседники, которые просто живут за границей, иммигранты, Канада. Пандемия действительно обнажила это, да, это явление. Да, потому что, я, например, не смог бы выступать на конференции в Монреале, потому что мне нет денег, не выдастся, да, но поскольку оно было онлайн, я смог участвовать, да, разумеется, есть свои плюсы. Но это пока что, я не знаю, что там будет, собственно говоря, будет в перспективе, будет потом. Нет, ну просто изменилось вот такую сторону как раз. Да, нет, все очень серьезно изменилось. Эти границы остались, а вот таких границ, ну, видимо, возведут уже такие вот виртуальные границы тоже. Да, я думаю, что возведут, я думаю, что будет. Понятное дело, что сперва все там говорили, что вот, наверное, то есть эти границы, когда остались всякие там блокировки фаервола, типа как в Некрестану Ближнего Востока или как Китай это иногда там тоже делает, да, фильтрация, установка каких-то границ. Но мне кажется, что это в перспективе, понимаете, физические границы, которые пандемия как бы установила, и оно же на самом деле, пандемия откатила нас от вот этого как бы развития, то, что там Факуяма думал, мир будет без границ, наоборот, куда-то к средневековым вот этим вот королевствам мелким, которые будут еще там, где-то войска пройдут чуть-чуть не по нашей стороне, мы там лишний раз еще напомним там дипломатам, что там произошло, да. Поэтому сейчас это, наоборот, мир границ. А мир границ, если есть мир границ, есть мир миграции. То есть как бы это очевидно, что миграция связана с пересечением границы, с определенными какими-то там умыслами. Поэтому, конечно, там это явление останется, потому что я не думаю, что сейчас с этой пандемией мы как-то возьмем, решим всю эту проблему, все будет. Нет, конечно, это останется, миграция останется. И придется будет... Второй вопрос тогда. А, первый был класс. Это был пока первый вопрос. Капица Петр Леонидович, помните? Капица Петр Леонидович, Харитон. Ну, в общем, это фамилии таких ярких ученых. И они ведь долгое время были, оставаясь гражданами СССР, они работали на Британских островах. То есть они были, как говорится, британскими учеными. У Капицы там оставалась недвижимость. Она так оставалась и в более позднее время. И они были, как имели советское гражданство. Иногда приезжали отдохнуть сюда. Но всегда просили, чтобы их, значит, шеф... А шефом у них был резервфорд. Чтобы их шеф обратился там, значит, к какому-то там лорду, тамошнему министру. А министр обращался с письмом к послу советскому. Значит, с тем, чтобы дали гарантийное письмо о том, что вот они из отпуска вернутся на Британские острова. И они так какое-то время жили, вот, не тужили. А потом случилось следующее. Появился такой человек по фамилии Фишер, который их сумел сводить на прогулку вокруг пальца и уговорить без такого письма поехать в СССР. Вот. Позже, в 60-х годах, он был арестован и при аресте назвался полковником Абелем, Рудольфом Ивановичем, да? Вот. Ну, вот, значит, благодаря вот этому человеку Фишеру, он, кстати, уроженец был в Великобритании, вот, удалось, значит, вот заманить и сделать советскими физиками двух выдающихся людей, Капицу и Харитона. Капица потом за те работы, что он у Резерфорда делал, много позже получил Нобелевскую премию и даже отказался читать Нобелевскую лекцию по тем материалам, за которые он получил. Он прочитал о чем-то другом, вот. А Харитон, он, значит, создал водородную бомбу и атомную тоже, вот. Вот были такие выдающиеся люди, дожили они, в общем, до очень преклонных лет, ну, не даром, так сказать, британские ученые, елки-палки. Ну, да, да, британские ученые, да. А в чем вопрос? Веномен, почему он существовал? Как так они получились там? Вроде как советские ученые, но живут себе и работают за границей. Это их, так сказать, Папа Йоффа вроде туда спровадил. Йофф в том числе, российский физик, но работал в Мюнхене долгое время, а потом уже на старости лет вот сюда вернулся. Вы знаете, я тут, наверное, прям, я не могу назвать себя прямо специальством по истории науки. Опять же, ну, просто это происходило все-таки в времена... 30-е-30-е годы. Ну, просто тут ваш вопрос, как это могло произойти? Типа, почему он... Нет, ну, вот как они так получили, такая вот такая интересная эмиграция была. Они там на постоянной основе, вот там что-то там, не просто на стажировку. Давай, поезжай на стажировку, Петр, возвратишься и будешь тут работать. А тут работа-то негде было, надо сказать, в ту пору-то еще. Какой-то научной работы тут не было. Не, ну, преподавать, наверное, можно было, а вот научную работу вести-то было негде тогда. Ну, знаете, я сейчас скажу, наверное, очень такую банальную вещь, но в целом миграция, она в целом со стороны, я бы сказал так, да, какой-то патронаж там со стороны СССР там суда происходило, но там есть моменты, связанные с сотрудничеством с определенными рода органами. Вот дальше вот как это, да, могу развиваться? Понятно, то есть это вы имеете в виду поездку Рериха по Востоку, да, по заданию этого самого Яшина? Ну, конечно, это было. Это в свою роду такая конспирология, но, понимаете, просто там тогда все, что любая какая-то поездка, миграция, все остальное, где СССР пытается это контролировать, разумеется, это либо успехи, либо неудобно. Нет, ну, я думаю, что, конечно, неспроста. Ну, просто в СССР просто ничего неспроста просто не бывало. Там СССР пытался контролировать все досконально, особенно в то время, конечно же, это было. Поэтому все эти, уж другой вариант, понимаете, я тут не буду говорить, что там вот, там у них было специальное задание, и поэтому вот так все сложилось. нет, я просто, у меня нет каких-то данных определенных, но я полагаю, что просто на примере других случаев, да, когда в среде русской миграции были определенные люди, которые там на службе у советской разведки как бы такое бывало. Ну, это понятно, да. Вот, поэтому я думаю, что там какая-то сложная игра какая-то, вот, но я сейчас просто такую там сходу, я, наверное, вряд ли. Когда нам рассказывали про спецслужбы, говорили такую вещь, что перед Великой Отечественной войной в Европе наших разведчиков работало такое количество, что они бы не уместились на Красной площади. Вот такая была. Ну, да, там шутки про то, что там количество за каждым советским гражданином там как минимум один сотрудник спецслужб там следит. Ну, да, конечно, такой. Вот, ладно, теперь вот такой вопрос про князя Курбского. Впрочем, князь Курбский, да, он был эмигрант, но он эмигрировал в государство, если я не ошибаюсь, Великое княжество Литовское. Да. А Великим княжеством Литовском тогда, в общем-то говоря, рабочим языком у значительной части населения был русский. И вообще большая часть они были православными, христианами русского обряда. Вот этот вот момент был. То есть, вот я к чему клоню. Да, кстати говоря, самым древним российским эмигрантом известным в мировой культуре был некий, ну, скажем так, чиновник времен царя Алексея Михайловича, как мне рассказывали. И он оказался, ну, тоже, наверное, сбежал в Швеции. Вот. И он даже оставил мемуары, записки. То есть, он был чиновник эмигрант. Да, я, кажется, понял, зачем вы, да. Про жизнь вот этих вот в коридорах кремлевской власти. Правда, сам термин коридора власти, это позже гораздо появился. Ну, да. И он еще знаменит тем, что он снимал квартиру и поссорился с квартирным хозяином и убил его. Ну, дальше угадать его судьбу несложно. Наверняка его казнили. Времена были такие, что тут что смотреть, да. Ну, так вот, я к чему? Я про князя Курбского говорю. Он эмигрировал в страну русскоговорящую. И вот у нас после 91-го года сложилась интересная ситуация, когда появилось несколько стран, а не заграничные страны, по-настоящему заграничные, часто, ну, не совсем дружественные к Российской Федерации, а там говорят по-русски. Украина, например, ну, там, как ни говорили, значительная часть населения все-таки русскоязычная, да. Беларусь, значительная часть Казахстана, да. Ну, я не говорю про Прибалтику, там, например, замечательная страна, Латвия, так там в мое время половина населения было просто русские, и они не знали латвийского языка, латышского языка. Вот, вот такие вот дела были. Вот, ну, в Литве там все были литовцы, 98%, что-то, никакая она не Россия. Вот, Кавказ, он, ну, в общем-то... Он разный. Он разный, и там русский язык имел функцию часто межнационального общения, скажем, армяне, грузины, и, ну, вот как в Дагестане, там без русского языка нельзя, потому что в соседней долине уже говорят на совсем другом языке, непонятном абсолютно. Вот. Вот такие дела. Но вот тут вот, значит, сложилась такая ситуация, что вот тут-то теперь, чего не появилась эмиграция, вот по примеру князя Курбского, уезжать туда, вроде, за границей. Ну, понятно, что там за колбасой особо не поедешь, там, конечно, теплее, там климат может быть другой. Но как политическая эмиграция это вполне, ведь есть такие политические эмигранты в Грузию, простите, в Украину, есть такие же там всякие дети? Да. Нет, есть, конечно, это у меня, ну, по крайней мере, там несколько знакомых, не могу их назвать, политическими там эмигрантами, но те, кто был связан с, я бы так сказал, с движением автономов, это, ну, такой на стыке какого-то анархистского движения и панк-рок культуры, вот такое контркультурное какое-то, я бы сказал, движение, да, в Грузии. Некоторые уезжали туда, потому что там просто была лучшая инфраструктура, они могли там, грубо говоря, издавать, там, жужжу, но, опять же, это, я бы так сказал, это не, если с Курбским, понимаете, ситуация, как и в случае с Герцном, это вы уезжаете для того, чтобы влиять на Россию в итоге, потом очень часто это было без всякого влияния на Россию. Иногда это просто как бы миграция, потому что там вот можно лучше себя там творчески реализовать, но может как-то связано опять же с политической деятельностью. В случае с там Украиной, вообще весят брать Украину, Белоруссию, Россию, ну да, там, конечно, есть свои радикалы, которые там, я не знаю, там есть, допустим, часть из... Кстати, это еще до пандемии, до 2014 года, часть белорусских там активистов, например, леворадикальных, они из Беларуси переезжали наоборот в Российскую Федерацию для того, чтобы влиять на ситуацию Белоруссии, например. Вот так это делалось. То есть для них ситуация в России была более демократичной, тем более удобной, чем, соответственно, в Белоруссии. А поскольку из Белоруссии в Россию проще переехать, все-таки и им, по крайней мере, проще переехать, чем куда-нибудь там, где Польша, еще что-то, да, вот где вот там Западная Европа... Да, граница прозрачная достаточно. Да-да-да, но тем не менее можно было... А, кстати, еще была история, вот и историк, да, историк и анархист и философ Петр Рябов, вот он в этой самой... В Белоруссии он, по-моему, 8 или 9 суток, по-моему, просидел. Там была историка, он приехал туда с элекционным, как бы такой небольшой элекционный тур. А, это вот мы когда с Алексеем Терещуковым как раз тогда говорили, у нас, конечно, про анархию как раз было, да, его как раз вот забрали. Ну, там просто, вот там наоборот, там реально консул приезжал к Рябову, там голодовку устроил в Белоруссии. То есть, это сейчас вот ситуация, все равно какой-то регион Украины, Белоруссии и России, он как-то связан все равно по этой делу, да. Поэтому там для... Ну, опять же, да, вот просто сейчас интересная штука, что вот для части белорусов у России оказывается вот такой ситуации, где не могут влиять на Белоруссию из России, да. Но там я не знаю случаев, когда там... Ну, лично я не знаю случаев, когда люди из России уезжали в Белоруссию, чтобы влиять на территорию России. Там сложнее в Белоруссии это делать. Ну, туда можно уезжать просто потому, что там вдруг понравилось лучше жить. Да, там есть, да, люди, которые, например, нравятся... Ну, там теплей, потом там... Некоторым нравится агрономический комплекс, там больше европейских товаров, там, в смысле, именно в плане колбасной миграции, там как бы это есть, да. Ну, там по-разному, там есть свои какие-то основания, вот. С Украиной просто сложнее. Я, честно говоря, просто небольшой специалист по... Особенно сейчас по украинскому вопросу, поэтому я там уже сейчас... Ну, Украина такая горячая страна-то там... Да, потому что там все слишком сложно. Что-то все не так им, да. У них всегда... Да, даже в Белоруссии все-таки попроще, но здесь вот возникает реальная ситуация, когда мы оказываемся, грубо говоря, Англией или там княжеством литовским, а, ну, как бы для белорусов, как бы, да, вот так происходит. Вроде бы, казалось бы... Проблема со своей верховной властью, вот как... Ну, да, да, да. То есть, как бы, хотя казалось бы, Россия, чего уж тут, да, типа тут прям все так уж спокойно, как бы, ну, для белорусов это спокойней ситуация здесь. Да, да. Поэтому, да. Да. Я думаю, нам нужно будет что-то как-то с временем думать, потому что что-то что-то, два с половиной часа, я не знаю, как нас будут смотреть или слушать. Ну, будут смотреть, я выпущу вечером, тогда там настоящие любители смотрят. Там, а-а-а, там преданные... Ну, настоящие, кто интересуется, они вот как сядут, и на всю ночь, пока не уснут. Классно. Вот, ну, на самом деле, ну, как тут про русско-зарубеж что-то... Я думал, с ним какой-то про первую волну поговорю, а мамка, вау, так вот сразу, все, ну, на самом деле, может, у нас наших зрителей будут какие-то, не знаю, пожелания. И, кстати, если вы что-то не договорили, можно в следующий раз с вами поговориться. Ну, я вот думаю сейчас про что-то такое, короче... Я, ну, вы не договорили, а потом просто вы интересный собеседник, и, видите, с вами можно и про русско, и зарубежье, и про... Ну, как ваши подписчики, читатели, поклонники решат, может быть, что-то в комментариях про что-то, поклонники решат, решать должны мы. Это все фикции. Какие-то избиратели что-то решают. Что им предложат, того, то они и выберут. Давайте так честно говорить. Я человек советской культуры. Я знаю, что в Америке выборы, все это вот сказать, выбирать не из чего. Вот я четко знаю, мне тут Марка Твена цитировали, и кого только... И про этого самого Диккенса цитировали, про те же самые выборы, только в Великобритании. Так что это я спокойно к этому отношусь. Ну, что мы им дадим, то они и будут. Они из того и выбирают, что мы им даем. Они выберут. Нас или выберут не нас. Нет проблем. Ну, нужно будет, наверное, надо будет что-то подумать. Надо сейчас что-то в голове. Пока пустота, я думаю, как бы сформулировать что-то может. Какой-то может сюжет более детализировать. Вы, кстати говоря, не все явно проговорили про русское зарубежье. Вы еще что-то знаете. Ну да, безусловно. Можем что-нибудь потом продолжить. Да, я, кстати, вот вспомнил, был у меня в гостях на передаче такой Иванян, ныне покойный. Это был главный редактор журнала США экономика и идеология политика. Это очень такой фундаментальный журнал Российской академии наук. Ну, а он еще в советской был академии наук. Так вот, значит, он автор тоже книги про, скажем так, российско-американские культурные связи. И вот он высказал такую вещь. Да, вот есть, значит, люди, которые из России в Америку уезжали. Ну, люди культуры имелось в виду, да? Не инженеры, не политики, а люди культуры. И вот, значит, они на два слоя рассчитаны. Которым там понравилось, они там остались и хвалят Америку. И те, у которых там не получилось, они вернулись и ругают Америку. Вот все очень просто у него, и у Иваняна. Все было просто. Ну, его, кстати, первое впечатление про Америку, это во время войны его семья получила посылку из Америки. Ну, были такие-таки подарочки, да? И вот там был портрет, значит, такого человека с бульдожей внешностью и сигарой, он ему сразу не понравился. А был человек такой интеллектуальный, по-моему, в очках и с тонкой папироской. И вот он ему сразу понравился. И таки, кто это был, как вы думаете? Американский? А тот был премьер-министр. Это нам вот от союзников пришел такой подарочек. Прекрасно. Да, прекрасно. Он с тех пор стал американистом. Вот после этого, значит, подарочек. Ну, там что-то какие-то конфетки были, ну, что там приспать могли. Из Америки тогда подарочек. Нет, ну, да, можем что-то, можем конкретно что-то даже по США даже что-нибудь там подумать. Да, вот по советскому культурным связям это интересно было бы. Потому что так или иначе, вот как в мое время говорили, я-то из техники, я не из кинематографа, не из цирка. Хотя хотел работать в цирке, меня не взяли туда, это я всем рассказываю. Вот, так вот, значит, говорили так, куда крестьяне, туда и обезьяне. Как, значит, у них что-нибудь сделают, и мы это стараемся повторить. И при возможности превзойти. Да, может быть, даже опередить, раньше сделать. Да, как, например, получилось с космической программой. Раньше началась. Вот. Так вот, значит, ситуация такая, что и в культуре тоже идет цитирование постоянное. Вот в кинематографе. Ну, что говорит-то, значительная часть советского, великого советского кинематографа, это без кавычек, на самом деле так, это, в общем-то говоря, фильмы, произведенные под впечатлением американского кино. И там, получается, иногда нелепые вещи, потому что ситуации, которые у нас бы, они не могли произойти. Но они для Америки нормально, да? И вот у нас копируется эта ситуация и идет в фильме. Вот, например, всякие эти вот, ну, помните, веселые ребята, да? Да. Врата республики. Ну, простите, каждый человек, который знает то время, ну, нельзя так просто сняться с места и уехать куда-то. Прописка. Не, ну, это, конечно, там. Невозможно. Если снялся и поехал, то закончишь там время, поездку где-нибудь несколько месяцев от ситки. Вот так вот. Мягко так с собой обойдутся несколько месяцев от ситки. А так это все. В таком ключе все это было тогда сделано. Вот. Ну, и много другого там было. На самом деле, вот, все эти музыкальные комедии. Кстати, по поводу миграции, да, я сейчас тебе что-то забыл сказать. Да, да, пока я не забыл, а то и старый стал. Есть такой фильм, он на русском языке называется, сейчас скажу, он называется «Фабрика грез». Это фильм 30-х годов, американский. Это так он у нас называется. У них он называется очень каким-то специфическим термином. Я бы его перевел как дублер. Это вот у них, знаете, и какая-нибудь звезда снимается. Да, есть дублер. Это звезда со спины. Если звезда стоит просто и слушает кого-нибудь, да, а другая звезда ей говорит. И вот сейчас зачем сюда ставить звезду? Мы поставим дублера, который такой же с виду, ну, вот со спины. Да, да, да. Вот такая же причёска, такой же костюм, такой же рост со спины. Если рост другой, мы подставочку сделаем или, наоборот, ямку выкопаем, и всё, кино снимается. Вот таким термином специфическим он назывался. И вот там был персонаж, но вылитый Эйзенштейн. С такими же полосами, да. И он был недовольный такой. Был, значит, как он называется, режиссёр. У него всё что-то вот не получалось. И он ругался. Вот там у меня в России гигантская массовка, медведи, ещё чего-нибудь. А тут у вас в Америке всё не так, всё барахло. Вот такой был. То есть вот ему не удалось. Ну, да, действительно. У нас вчера, кстати, на московском кинофестивале показывали фильм про Олега Видова. Фильм американский. Он же стал американским, потом актёром. И у него, в общем-то, не задалась там его художественная карьера. Да, ну, потому что, ну, потому что он не мог без акцента говорить. Там было пара фильмов, «Красная жара», но он там русского играл. Да, да, да. Я понял про кого. Ну, а были ситуации хорошие. Там Михаил Чех, к примеру. Да, Михаил Чехов. Да, Михаил Чехов. Да, он нормально. Да, и он там играл. Да, он несколько фильмов там снимался. Но он и книжку написал об искусстве актёра, по-моему. Ну, «Система Станиславского», это, собственно говоря, он её написал. Ну, не совсем. Книга про систему Станиславского. Там, да, ну, как бы у самого Чехова у него просто своя собственная была система, она немножко отличная, как бы, и от Брехта, и от Станиславского, как бы. Ну, то есть это просто тот случай, когда актёр мог реализоваться. С музыкантами, кстати, особенно с композиторами даже был Рахманин, например, отличный совершенно. Это, конечно, да. Особенно там, когда с вами заключают контракты вот эти выпускающие пластинки, лейбы, у вас там просто... То есть там Рахманин был очень богатым человеком. Причём богатым не просто поскольку у него там выгодно вложил деньги, просто музыка. Там получалось, что балет, музыка, вот это вот как раз... Хореография вообще в целом. Вот хореография и музыка отлично ей шли. С наукой даже было уже как-то посложнее, вот. А вот деятели искусства было уже как-то нормально. Причём то искусство, которое не предполагало языкового барьера. Ну, то есть, ну, музыка, музыка, хореография, хореография, ну и всё. Да, ну, это они предполагают, да. Кстати, живопись тоже вот был из Казани, он художник. Да, живопись, да. Фешн, фешн, который жил где-то там в Нью-Мексико, в каком-то городке маленьком. Да, нет, живопись тоже, да, тоже был. Там я не могу сказать, что прям вот настолько же успешно, как в случае с хореографией, с музыкой, но... Да, ну, художник, это от слова худо ведь, да, тот всегда... Да, это с художником просто там... Каждому своё художество, так это всё... Потому что, да, сказать, что там худо... Ну, то есть, вообще, самый богатый художник звучит как-то даже странно. Ну, это если только не Сальватор Дали. Сальватор Дали, да. Он первый открыл, как делать деньги вот... Да, когда там... Ну, потом, кстати, этот самый делал деньги, как этот самый, Голубков-то рисовал. Испанец, который тоже жил во Франции, господи. Ну, маленький... Сейчас я уже у меня... Ну, маленького Ростика этот, господи, боже мой, Голубков рисовал. Я уже тоже потерял, лучше, так говоря, нить. Я сейчас уже вряд ли смогу вспомнить. Я, кажется, понял, о ком вы? Ну, этот, господи, все его знают там. Пикассо. Пикассо, да, 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 да. Но Пикассо тоже очень успешный был. Очень успешный был. Ну, по крайней мере, в случае с русской миграцией это вряд ли там будут художники. Там Бенуа, там, я не знаю, ну, там наша выставка сейчас проходит. Ну, там тоже здесь, конечно, прям такая вот. То есть по сравнению с Рахмайновым, к примеру, там вообще небо и земля совершенно. Это происходит, что там еще деньги платили за исполнение своей собственной... Там дополнительные деньги были. Это может быть концерт открытый. А поскольку было радио еще, то радио уже вот эти концерты были, там еще дополнительные тоже платили. Поэтому там как бы можно... Это я сейчас не говорю, потому что там Рахманин только и делал, что зарабатывал бабло. Как бы нет. Просто общая инфраструктура позволяла ему и сочинять музыку, и ее записывать, и исполнять. То есть можно было там... И вот сюда запишите еще Родиона Щедрина. Он же был композитор замечательный. Вот. Озорные частушки, как-то еще чего-то у него было. Жена его была Майя Плесецкая, но она уже не плясала. Но они жили где-то на юге Германии, как это называется-то, в Баварии. Ну, они тут регулярно появлялись на советском телевидении. А что же вы в Баварии живете? Вот так вот любите Россию? Ну, здесь просто удобнее жить, да? Это как вот сейчас вот мы живем все за шторами тут с компьютером, и, в принципе, нам, в принципе, все равно, где жить, да? Лишь бы вот удобно привозили курьеры. Лично мне с курьером на русском языке проще общаться, чем на каком-то там ломаном иностранном, да? И он еще наверняка там курьер-то русского не знает. То есть иностранного-то не знает. Я не знаю, на каком общаться. Вот. Так что поэтому мне тут удобнее сидеть в заперти, чем где-нибудь за границей. Ну, да. Вот. Ну, наверное, я, наверное, как-то уже заключил бы наш уже как-то... Да, заключайте. В заключение. В заключение договоримся сейчас, чтобы прощаемся с публикой. И сейчас после этого заключения, кнопочку, когда я нажму остановить запись, мы с вами договоримся, когда в следующий раз встретимся, да? Хорошо? Договорились? Да, да. Ну, спасибо публике родной. Мы для вас старались как могли. Пишите нам всякие слова, ученые. Добрые, злые. Внизу злые мы... Если они очень злые будут, я их не пропущу. Вот. Ну, если они будут, так сказать, с критикой по делу, естественно, пропущу. Вот. Я тут такой вот сам себе хозяин, да? Понимаете? Бизнес, ничего личного. Вот. Ну, а так вот внизу из реквизита можете поддержать мой канал финансового, чтобы я мог, значит, курьеров вызывать, чтобы они мне могли привозить книжки, например. Вот такие дела. Ну, спасибо. До свидания. Помогите еще раз ручкой. Замечательно. Мы в восторге. Субтитры создавал DimaTorzok